Это третья кампания, попробуем пройти. У меня есть план, у меня с самого начала есть какая-то тактика. Это первый фростпанк, это сценарий под названием «Беженцы». Максимальный уровень сложности, отсутствие паузы и без смертей. Такое требование мы себе сами выставили. Плюс еще у нас есть челлендж. Пройти сценарий «Беженцы на выживание», принять всех лордов, решить конфликт мирно. Людей терять можно сколько хочешь, но принять нужно всех. Но людей в пустошках не распространится, нельзя, чтобы пролилась кровь. Это сложная миссия. Ей, джет, гиппогриф, не прошло и часа. Да-ра-ра-ра-ра. Погнали. Но тут прям начало такое очень-очень-очень-очень-очень четкое. Мы сразу делаем детские работы, безопасный труд. Дети должны собрать, у нас 20 стали. Мы ставим мастерскую, рашим теплицем, потому что здесь проблема целая с едой. И охотники вам не особо помогают их ее добывать из-за того, что слишком много болеют. Так, убираем инжей. Они начинают строить. Убираем отсюда еще двух рабочих. Достраиваем первую мастерскую, раз. Закидываем и делаем. Тут я опять сомневаюсь, на самом деле. Тут надо обогреватели делать. Вон, обогревателем. 15 стали нужно добыть. Далее выстраиваем еще один пост с добычи. Или уж попробуем тогда, как вы думаете. Так, обогрев сделаем. Может быть попробуем. Мне кажется, большее количество заболевших у меня здесь связано с тем, что я мастерскую строю в... Ну, типа в минусе хорошем. Так, убираем сталь. Раз. Докидываем детей. На добычу дерева. Нам в первую очередь нужен лес. И первые посты добычи мы будем делать через лес. Дозел говорит, как же приятно в этот жаркий вечер посмотреть ваш стрим. Мистер Пэк говорит, посмотрел многих стримеров за час, пока ждал трансляцию, подписка к мне не прибавилась. О-о-о. Как так? А что ты так не подписался ты, а, пес? В смысле, очень жалко. Так, давай посты добычи. Посты добычи надо убрать. Во-первых, делаем что? Делаем санитарный пункт 100%. Ничему, никому, ничего делать не будем здесь. Двас. Убираем дорогу. Трессер Вита поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Капитан, уголь кончается. Трессер Вайт. Отопить мертвецами, по вашему милостивому слову, мы за невежеством и недоумием не умеем. Не умеем. У нас нет мертвецов, у нас все живы. Короче, вопрос. Как мне собирать дерево с ближнего? Не хочется собирать. С ближнего круга. Еще нужно ядро вытащить, два ядра вытащить до похолодания за завтрашний день. Трессер Вита, представившийся как анонимный беженец, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Интересно, интересно. Капитан Майк. Да. Холод сводит меня и мою семью с ума. Кажется, что мы переживаем одну и ту же неделю снова и снова. Да нет. Мне мерещится, что я уже шесть раз строил лазарет в одном и том же месте. Думаю, хорошо, что жена не дожила до этого проклятого места. Но мы продолжаем верить в вас. Любопытно, да. Короче, я решил здесь несколько по-другому отстроить базовым. Погодите. Ну, экономим тут. Дерево. Короче, строим санитарку туда первых больных. Убираем инжей. Детей рабочих. Сюда детей рабочих. Сюда так. Лечимся. Посмотрим, какое количество больных будет. И при этом, при всем, нам нужно завтра еще вытащить как минимум одно ядро. А лучше вообще-то два вытащить. А я не успею этого сделать. А нам нужно лес очень много собрать. Капец. Ладно, хорошо. Соберись. Ты можешь. Ты можешь, ты знаешь, ты умеешь. Просто пока, пока тормозишь. То есть, убираем лес, сталь, лес, сталь. Собираем, соответственно, вот так вот. А, у нас есть с вами еще. У нас есть с вами еще денег на пост добычи. Или все-таки поставим какую-нибудь кухоньку. Здесь можно было поставить место, место санитарки. Смотрите, вот здесь вот можно было поставить. Тогда мы бы собирали дерево с той кучки. Очень хорошая идея. Настолько хорошая, что я даже... Нет, перестраивать я не смогу. Надо запомнить пост добычи. Видите, вот здесь вот на полу... То есть, он будет отапливаться, как вот эти вот два. Фокстейл ГГ подписался на премиум. Не буду делать, короче. Вот эти вот штуки. Нам не хватает рабочих. Первые больные, двое здесь, трое. Бахаем чрезвычайную смену. Бустим, соответственно, чрезвычайку здесь. Ну, мы рашим фермы по исследованию. Вот в чем принцип сейчас. Блин, если я сейчас не сделаю... Кавчик, они будут жрать. Добываем. За пять часов мы добудем одно ядро. У нас десять часов. То есть, если бы мы... Мы можем... Мы должны сейчас... Мы должны сейчас прям бустануть добычу. Понимаете, да? Паровых ядер. Успеть это сделать за... Да. Видите, одно ядро за четыре часа. А у нас еще... Есть время, короче. Отлично. Исследование по лесу нужно сделать. Не успею, однако, накопить пятьдесят дерева, к сожалению. Кажется, я могу даже вот эту продать штуку. Вот эту вот. Да. А, нет, не могу. Да, исследование сорок три. Обогреватели изучены, а толку нет. Сорок четыре. Ну, ждем немножко. Увы. Пятьдесят. К двенадцати часам мы должны, типа, собрать первое паровое ядро. Да, первое, отличное. Через... Так, новые беженцы. А, пока у нас хороший доступный минус. Отправляем людей... Даже, наверное, вот так-то я сделаю. Раз. А здесь кто? Тоже болеет, да, тоже болеет. То есть стараемся, чтобы люди добывали в хороших условиях. Ребенок ранен. Отругать. Добираем второе ядро. Первое беженцы. Да, я понял вас. Кухню надо было успеть сделать. Так, уничтожен паровой. Два порыва ядра мы собрали до похолодания. Убираем так-так, отправляемся до щеглов. Все, у нас есть кухня, они сырой еду не едят. Это очень хорошо, хотя много голодных. Теперь до похолодания. Я бы хотел построить... Построить, а сколько мне нужно? Мне нужно 20 стали, сталь мы в целом добываем. Я думаю, что пора строить пост добычи здесь уже, да? А, у меня угля нет. У меня нет угля. Пост добычи обязательно, но осталось угля 100, понимаете? Это на 18 часов расход есть, толку нет. А я еще обогреватели должен ставить. Поэтому... Так, да? Сталь мы добываем с непонятной, на самом деле, динамикой. Новый закон — это суп. Супец будем делать завтра. Будем ли мы добавлять... Я бы перенес вот это вот пост добычи чуть-чуть сюда. И помните, я мастерскую не хотел здесь делать, потому что можно было поставить... А! Нет, нельзя. Ведь я не могу добывать уголь. Короче, ключ вот именно на... Ставить посты добычи на границе. Типа вот как здесь, да? То есть надо в целом и мастерскую, и с... Этот санитарный делать с другой стороны, чтобы они не мешали. Вот с этого, с верхней. Чтобы они не мешали сбору первичных ресурсов. Круто. Так, ну допустим, что у нас по дереву? 30-60. То есть пока не нужно здесь ставить... Одной штуки вполне хватит, чтобы закрыть потребность в... В добыче угля. Я полагаю... Да, есть, хорошо. Но это без обогревателя. Обогреватель добавит нам нагрузки. И чертежные доски. И... Да, делаем. Смена 24-часовая скоро должна закончиться, по идее. Блин, может быть мы... Да нам сталь нужна. По идее, я должен уже сейчас идти в... Теплицу. А, я и могу идти в Теплицу. 20-10, все четенько. Идеально почти. Да, больные уже не помещаются. Голодных тоже весьма много. Все. Это немножко поисследовали. Добавляем... В санитарку народ. Надо санитарный пункт будет отстроить. И под утро сейчас... Ускорить... Сейчас будет холодно просто. Будет сейчас холодно. Заботливая мать. Ты справишься, можно регарит. Спасибо, добрый человек. Все, идет похолодание. Сразу форсаж врубаю. Идет добыча. Идет добыча. Идет исследование. Убираю тут двух. Для того, чтобы... Ну, сейчас начинаем кормить голодных. Видите, 23. Пайки в супец. Конвертируется. С опилками не стал брать. Потому что здесь очень много больных. И усугублять... Не хочется. Сейчас главное самых... Сильно голодных накормить. Да, сильно голодных всех накормили. И решить проблему с... А, слушайте. У нас не такая уж и плохая ситуация из-за форсажа. Вот если мы не тратим... Так, конвертнули. Дети освободились. Детей можно куда-то отправить. Но... Я не знаю куда. Ставить еще один пост с добычи. Вот я бы сюда его поставил. Этот пост с добычей, если честно. Но перестраивать придется. Что делать? Может санитарный сделать пораньше? А толку у тебя все равно инженеров нет. Но они придут скоро, кстати. Ладно, давай санитарку. Уберем здесь раз, два, три, четыре рабочих. Четверых рабочих. Блин, рабочих очень много. Они сделают санитарку. Мне кажется, нужно еще пост с добычей, учитывая количество свободных людей. Но ставить его где? ХЗ. Распределяем народ по этим. Ну вот здесь вот. Но он плохой. Надо на самом деле вот здесь его было ставить. Но вынужденно строю пост с добычей. Новый закон какой? Продленка, скорее всего, да? Пошла продленка. Переводим. Делаем плюс четыре часа на добычу ресурсов. Ну и на исследование в том числе. Люди очень сильно недовольны, понятное дело. Но я бы тоже на их месте был недоволен. И надо дожить до теплицы. Два ядра у нас есть. Сталь у нас добывается. Здесь мы делаем тоже продленную. И сейчас меня выгонять будут, естественно. Ну а что поделать? Добыча угля зато шикарная. Добыча леса весьма неплохая. Сталь добываем. Эти кочки скоро закончатся. И надо будет народу бешенцев. Ничего-ничего-ничего-ничего-ничего. Нормально. Ничего хорошего, конечно, но... До окончания форсажа надо будет перестроить... Зачем перестраивать? Мы должны просто гасануть форсаж. Будем вовремя. Желательно в середине следующего дня. Потому что там будет двойное похолодание. Нужно, чтобы форсаж откатился полностью. Здесь в начале следующего дня форсаж. Убираем. Здесь подогреваем. В целом, комфортные достаточно условия, мне кажется. Пока что. Так, еды нет. На кухню мы никого не направляем, да? Но можно сделать так заранее. Приходят новые беженцы, судя по звуку. Ну и там дети, насколько я помню. И инженеры. Это хорошо. И дает нам возможность добавить стак. И, возможно, третий санитарный сделать уже сейчас. Потому что... Или фермы две штучки лучше сделать. Как вы думаете? А мы не успеем исследовать все равно. Так что... Люди едят сыроеду. Ну и бог с ними. Да, не успели доделать. То есть завтра, когда исследования доделываются, мы обязательно с вами должны сделать две теплицы. Вопрос, где их ставить? Очень хороший. Все равно под радиус мне надо их подогревать. Теплицы темы производственные. Можно рядом с кухней сделать. Теплицы еще... Производительность их можно увеличить. Как насчет второй мастерской? Не хватит тебе инженеров. Мы это проходили уже. То есть завтра с утреца мы ставим две теплицы. Они стоят 20 леса и одно паровое ядро. Ну как раз там 30 леса плюс доделываются. Форсаж отключаем под утро. Переключаемся на обогреватели, получается. Очень много голодных людей. Но зато, видите, больных не прибавилось почти. Выключаем форсаж. Отключаем обогрев раз. Включаем обогрев 2. И... Ждем, когда доделается. А также попутно выбираем место под теплицей. Я не знаю, если честно, где ставить теплицы. Но вместо второй теплицы я бы сейчас исследование какое-то сделал. быстрый сбор. Первый вариант. А, радиус генератора. Радиус ли? Нет, да радиус ли мы еще что-то можем сделать. Ну, быстрый сбор получается тогда. И делаем теплицу первую. Где? Ой, тут отступ неприятный. Поэтому теплицу, видимо, надо делать на втором ярусе. Уже под этот. Да, ладно, давай здесь. Первая пошла. Четверо рабочих. Не-не-не, надо сейчас рабочих вытащить. С угля только рабочих, пожалуйста, вытащить. Одного ребенка сюда. Первая теплица. Вторая теплица сейчас тоже будет делаться. Можно сделать радикальные лечения и двойные пайки. Но у нас слишком люди расстроены происходящим. А, сюда вторая теплица не заходит. Вообще кайф. Просто как ты строишь? Что ты делаешь? Вообще не ясно. Дерево нет? Где-то строительство. Тут мы уголь добавляем. Дорогу делаем. Ну, сейчас мы рабочих в теплице и надеемся, что 28 сильно голодных не умрут. Раз, два, три. Здесь тоже у нас постдобыча все. Будем демонтировать завтра. И строить надо будет постдобыча еще один. Тут рабочие на лечении. Отпускаем. Детей закидываем. Смотрим. Строит, строит. Идет на стройплощадку. Что здесь? Двойные пайки. Риск травм снизится. Ладно, давайте. В какой-то веке пойдем навстречу, потому что у нас, благодаря теплицам, кажется, будет достаточное количество Все нормально. Начинаем потихонечку фармить еду. По углю. Ситуация ок. Сейчас задача собрать вот эти вот елки как можно быстрее. Для этого, скорее всего, надо будет построить еще Блин, такая такая чушь. Неправильная мастерская сделана. Неправильная санитарка сделана здесь. Потом-то, конечно, мы можем это перестроить. Это будет не первый радиус. Там будет минус 50. Я должен, видимо, так ставить. Минус 50 мы не сможем отопить нормально. Так, идет еда. Количество сильно голодных снижается. День постепенно заканчивается, но мы, возможно, даже сможем... Народ голоден. Сможем. Накормим всех, даю обещание. Опасное обещание, на самом деле. Накормим. Так, ну и теперь нам нужен радиус. Радиус генератора 20-10. Тютелька в тютельку по лесу. Десять человек голодает. Двое болеют. Новые люди пришли. Пропавшие дети. Хорошо. Здесь у нас с добычей угля норм. Можем, возможно, даже постдобычи делать. Не, не можем бы постдобычи делать без отопления. Не можем наверх идти. То есть нам нужно вот это окучивать. Но это мы и так окучиваем. Разобрать раз, разобрать два. Докинуть сюда. Возможно, вторую мастерскую сделать. Больных маловато. Капец, сколько голодных, а? Надо дома строить, друзья. Надо строить дома. По-другому никак. Ну. Больные не помещаются. Отправляем еще в один санитарный. Крис Хунточ, привет. Пошла еда. За этот день мне нужно накормить 32 голодных и заставить доверять нас нам. Строят, капец. Что я делаю? Строю, блин. Как это сделать? Закон может принять за какой-нибудь? Какое-то недовольство возрастет. Не бойцовская, но... Нужно много леса для этого. Что у нас по лесу? 116. Короче, убираем рабочих с этого. И начинаем строить. Строим бойцовскую арену. Смотрим, как там лес добирается. Половину еще не накормили. Да, продленную смену надо убирать, естественно, будет. А, я, кстати, смогу. Подождите-ка. Кажется, я укладываюсь. Раз, два. Недовольство, три. И три пункта добычи. Поста добычи. Раз, два, три. Чуть-чуть не хватает. Ну, хорошо. Значит, мы делаем еще палаточку. Скажем, вот так, да? Дороги выстраиваем. И идем к... Так вот. Недовольство падает. Есть. Решили проблему. Пусть временно, но решили. Снова повышаем... Включаем недовольство, да? Возвращаем сюда народ. Вот. А 15 человек, это кто у нас отдыхает? Это все, кто... Кто настолько не отдыхает? Инженеры на лечении. Это, видимо, те, которые пришли, просто больные. 13 человек, все у нас лечатся. Достроили бойцовскую, чтобы выполнить все обещания. Надежда растет, недовольство падает. И завтра с утра похолодание. Форсаж, надеюсь, успеет вернуться. Накормить нужно 8 человек. Тут явно лишний ребенок. Так, а дальше что? Внимательно, Миша. Ты возобновляешь добычу угля. Ты добываешь здесь уголь. Добываешь здесь последнее дерево. Скорее всего, идешь в какую-нибудь условную лесопилку. Нет, скорее всего, угледобытчик сначала. Потому что уголь закончится у тебя через 2 дня. Те день на исследование нужно. И потом еще... И есть еще опция построить вторую мастерскую, друзья. Потому что это недорого. А учитывая, что инженеры у нас появились, может быть и... Может быть и нужно. ХЗ, как это лучше сделать. По-моему, ваше время пришло, говорит, в ОЦГ. По-моему, это Нубас. Да, давайте убираем этот дом. Нафиг не нужен ему. Гнев. И снова 2 дня они мне дают, гады. Кстати, у меня 100 пайков, а нужно кормить еще 5 человек. Это тоже не очень красиво с их стороны, я считаю. Так, хорошо, надежда растет. Это голодных мы накормили. Сейчас будет минус 50. Готовимся. Радиус генератора под это делаем идет. Количество больных сокращается. Дальше, получается, мы делаем угледобытчик, да? Постдобыча истощен. Это где? Это здесь. Убираем, выключаем. Радиус генератора пошел. Угледобытчик. Радиус генератора. Типа хорошо, да? На самом деле не очень. Потому что бац, и все. И уже везде прохладно. И тут я врубаю форсаж. Надо по приказам переполнения и хавчик. Ну, по ускоренным восстановлению. Что на текущий можно сделать на деньги? Такой вопрос. У вас добычу прохладной включаем. Этот надо демонтировать, но не в такую погоду. Сейчас мы вообще стараемся не уходить никуда. Дома делать смысла нет, потому что все равно они пусть лучше греются нам. А что можно сделать? Я чувствую, что можно что-то сделать. Еще одну мастерскую, как вариант. Тут дерево закончится, тут уголь закончится. Ну, здесь третья мастерская только нормально встает. Ну, ротацию какую-то произвожу. Ну, в целом, мне кажется, надо... Ну, может и не рыпаться, на самом деле. Это недовольство, правда, снизит. Терик, привет, не старый, здравствуйте. Я чатик, конечно, реже читаю. У меня очень сильная игра за это самое. Затягивает. Тут очень много внимания она к себе требует. Эту штуку демонтажнуть надо будет. Ладно, давайте дома потихонечку строить. Просто, чтобы недовольство постепенно снижать. У меня аж два дня есть для того, чтобы вернуться. Так, а вот и угледобытчик. Дальше у нас идет лесопилка. Уголь еще есть, но здесь 150, здесь 180. У нас расход 400, то есть у нас на день угледобытчика хватит. Ну, в смысле, угля. И я бы поставил угледобытчик как? Как бы я его поставил? Как бы я его поставил? Или... Нет, подожди. Не угледобытчик, совсем забыл. Нам нужен этот, паровой центр сначала. Потому что угледобытчик нечем отапливать, получается. Если уберем мастерскую, сделаем, добудем вот эти вот две кучи. А угледобытчик будем ставить где-то вот здесь, вот на этом угле. Ну, или рядышком. Смысл как раз в том, чтобы... Может, вообще вот так его поставить, чтобы он отгружал на этот... Уголь сюда. Ладно, в любом случае, сначала дотаскиваем. Так, конец смены. Новые люди пришли, новые больные. 27 человек. Санитарные отправляем инжей. Мне не очень не хочется строить при минус 50. Может быть, мы сначала паровой генератор сделаем. И на запасе угля как-то дотянемся. Учитывая большое количество еды, я иду в радикальное лечение и дополнительные пайки. Да, недовольство повышается. Угледство. Как насчет четвертого санитарного пункта. Кривой. Надеюсь, получше, но все равно хреновенько. Попробую его сюда уместить. Он не помещается, оказывается. Так, и что делать? Что делать? Что делать? Больные кое-как помещаются. 3 часа, 5 часов, 5 часов. Это новые уже. Ну и сейчас новые придут в течение ночи. Вот они разу. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Понятно. 25 человек болеет. Ну вот она проблема. Реднайт, щегол, привет. Еще холодно мечтать. Холодно мечтать. Здесь, кстати, есть неплохой добытчик. Угледобытчик. Интересно, если мы поставим постдобычу вот так. Да, они будут отапливаться. Они будут еще сверху собирать. Но это скорее минус, потому что нам не нужно лишнего собирать. Ладно, пока не будем делать. У нас есть запас по углю. В этом смысл как раз. Блин, у больных много. Пятер не помещаются. Критический уровень нагрузки. И сейчас нужно генератор выключать, форсаж. И все становится значительно хуже. Питаем. Дерево закончилось. Уголь сейчас будет добываться еще интенсивнее. Это такие наши запасы. Запасов хватит на 16 часов. Но выбрать нужно правильно, где поставить этот угледобытчик. И ставить ли его до того, как мы... До того, как мы сделаем паровой центр. Так, куча угля истощена. И здесь тоже сейчас. Надо сейчас действовать очень быстро. Я не знаю, как его строить, чтобы он отапливался. Сколько расход у нас? 450. Капец. А здесь 175. Не хватает. Да, мы не успеем. Нам угледобытчик надо сейчас прямо ставить. Мы ночь не справимся. Или справимся? Один. Сколько у нас? 19 часов. Не, справимся получается, да? Это не трогаем. Но я хочу сначала паровой центр сделать. Хотя возрастет тогда. Не-не-не, надо делать угледобытчик. Хрен с тобой. Золотая рыбка. Делаем угледобытчик. Чем дальше делаем, тем, соответственно, больше риска. Просто уголь закончится, и у нас все выключится. И больные все-все-все-все-все пойдут. Я хочу сделать его здесь, потому что здесь можно делать паровой центр. И отапливать и его, и добычу, и лес. Мне сейчас нужно думать еще о лесе. Понимаете? Ну, ходить трындец как долго. Так что я бы его сделал прямо на кучках. Что мы сможем тогда... И его обогреть. И поставить еще пару-тройку. Да, вот так давай сделаем. Ну, строим. 46 человек. Делать нечего. Тут же пилим еще два поста добычи. Ну, в общей сложности их будет три. Соответственно, делаем сейчас приказ. Обморожение. Беда. Тяжело больные. А я не могу сейчас делать. А это потому что они строить пошли. Если я не делаю домопеки, то до свидания. Подождать меня час. Окей. Ну, мне некуда тяжело больных будет девать. Ну, а сейчас лесопилка нужна. А потом уже маяк. Так, это не строим. Здесь закидываем народ. Здесь закидываем народ. Обогреваем. Это куча угля закончилась тоже. Включаем. Разбираем. Не надо было разбирать. Домопеки бахаем. Угля нам хватит. Во, пошла добыча угля. Хорошо, видите как. А то все, уголь заканчивается, лес заканчивается. Все ресурсы разом заканчиваются. Наверху сталь, которая мне не особо нужна. И паровое ядро. То есть мы очень хорошо начало все освоили. Прям очень хорошо. Делаем домопеки. Нет, крышен головой. Не могу с этим ничего сделать, к сожалению. И новая группа пришла. Охренеть вас, конечно, тут. Ладно, ну в целом мы новых людей. Скорее всего... А, вот что нужно сделать. Сорян, бай. Я забыл, что нужно паровой центр отгрохать. Нет. Как? Что? Капитан, ваше время... Что? Я зевнул. Нет, я зевнул. Блин, а че я так увлекся? Ах, я так увлекся. Я так увлекся наложиванием жизни. Ааа, я сделал все, что мог не совсем, конечно. А я говорил тебе, говорит ВЦГ. И такой душнило, конечно. Короче, ну были ошибки здесь. Я понял, где что строить надо и где чего строить не надо. Погнали. Не, ну сейчас очень ровненько было. Очень ровненько, но нет. Погнали. Да, могли бы и сжечь. Ничего страшного. Это еще не конец. Если б я расстраивался каждый раз, когда меня выгоняли. Короче, здесь не строить мастерскую, здесь не строить санитарку. То есть тут нам нужно пост добычи. Угу. А где мастерскую сделать так, чтобы... Ну я его делал наверху, но... Не, в принципе, можно мастерскую сделать позже. Давайте на утро сделаем ее. Давай, сосредоточься на... Не, ну погоди-ка. Можно мастерскую вот здесь отгрохать. Вроде как и близко, но... Вот так вот. Туда сразу инженеров отправляем. 8 человек и парочку рабочих. Чтоб типа строить. Дальше мы делаем пост добычи. Можно сразу с этого начать. Нам нужен лес в первую очередь. То есть я бы на границе уже делал следующего. Давай это включим. Вот так надо делать вот, да? Но этот нет. Тебе в первую очередь нужен... Нужен лес. Получается так. Убираем дороги. Сделаем здесь дорогу. Тут пока на паузу ставим. Тут идем исследовать. Делаем обогревателем. Тут с паузы снимаем. 10 рабочих делают, да? И 10 стали. 10 стали дети добывают. И все, останавливаются. Все, 10 стали добыли. Сразу над деревом. Какой-нибудь условный. Ну и здесь пробуем, да, собирать напоследок. Ну, вроде норм. Сейчас посмотрим, сколько дерева у нас будет под конец. Маловато. 38. А почему? Тут санитарку не делаем, как вы помните. Санитарку с этой стороны. Нет крыши, лесом идут. Окей, дальше мы загружаем. Так, убираем еще дерево. Ставим пост добычи вот такой. Да-да. Так, 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 так. Джоуки подарил один премиум. Джоуки, Джоуки. Какие люди. Спасибо, Джоуки. Так, дети у нас пошли собирают. Раз, два поста добычи. Санитарка и... Смотрим на больных. Принимаем чрезвычайную смену. Первый, второй, третий сейчас будет больной. Главное, чтобы не четвертый. Вот сейчас трое больных. Видимо, это из-за постов добычи. Дальше нам нужно, как вы помните, собрать ядра. Пока не похолодало, собираем ядра. Причем привлекаем еще детей. Чтобы сделать это гарантированно. Потому что прогресс не сохраняется. Вот вы там подрезали пару ядер. Так, и после этого надо, кстати... А что мы собираем? Мы только лес сейчас собираем. Правильно? Я понимаю. Девяносто леса. Ну и ядра, соответственно. Здесь лес собираем, здесь лес собираем. Приходит первая группа. Закидываем, закидываем. Возьмите воин поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Сообщай. Майка, добрых вечеров. Добрых. Как гудгейм. Отлично. Ты как-то на стриме говорил? Про стратегических партнеров? А что от них ожидаешь? Ох, ты просто... Это просто... Как в двух словах не рассказать, короче, от тебя. Так, уничтожили паровое ядро. Сейчас много-много дерева нужно, правильно я понимаю? Ну да Чертежные доски, раз А, я хотел охотничью хижину делать, помните? Охотничья хижина Где мне кухню бахать? Она должна обогреваться адекватным образом Это временная штука, там, что я буду делать? Пахдик, привет! Михаил 2, трансляция на ютубе сломалась, таки вынудил зайти на ГГ Вынудил Смотри, как здесь хорошо Короче, кухня нужна близко Делаем кухоньку Я, кажется, не успею по сырой еде Они сейчас сожрут все у меня А, и еще у меня проблемы со сталью Желкий подарил три премиума Мне нужно, скорее всего, даже и с углем Еда-то хрен снимал Вот как я буду маяк на сталь Мне нужно десять стали собрать Супец Да, с руида уже идет Блин, что такое? Десять сырой еды Съели гады Десять сырой еды Десять сырой еды Новые больные Очень сильно голодные люди Еще больные Ребенка одного Даем ему возможность По это самое Срубаем форсаж Делаем еду Ну и, конечно же, я должен был на исследование Отправить народ А у меня Мышка не готов Сколько мы стали добываем здесь? Полторы стали А нам нужна десятка под конец Да? Это у нас будет Окей Все, еду конвертнули Ну что, давайте санитарный пункт еще один Без него никак Потому что сейчас инженеры придут И больных у меня слишком много И, возможно, еще одну мастерскую сделать Хотя Тогда мне, может, стали не хватить За форсажем следим А что с углем-то? А, у меня с углем беда У меня дикая беда с углем Такая гашечка, что ли? Продленку бахаем Тут просто угль неэффективно собирается Смотрите Сейчас углем чуть лучше Запасы на семь с небольшим часов За последние, там, два часа мы добываем Так, и голодные пришли Еще одна группа Это инженеры Закидываю инжей Лечить народ Тут надо демонтировать Да и переносить как-то тоже Эти елки-то тоже надо как-то собрать Правильно ведь? Опять меня сейчас выгонит Двое суток, не забыть Угля даже перебор Но в целом, когда мы форсаж отключим Нам нужен будет уголь Я бы сделал вторую мастерскую Но это рановато Ну, самый главный вопрос Успели ли я сделать И накормить голодных До... Ну, успели ли я сделать фермы Есть подозрение, что не успеем Поэтому я бы бахнул вторую мастерскую Возможно даже пособирал бы сталь Активнее То есть нам нужно 13 стали собрать А, какое? Мне же еще нужно Ё-моё Короче, да Вторая мастерская Погнал работать Порсаж подходит Критический уровень нагрузки Спускаем Начинаем отапливать Хорошо Что по углю Легкое положительное значение Здесь инженер болеет Надо вытащить Парочку И сюда Отправить Потому что очень важно Успеть до того, как они помрут с голоду Сделать следующий грейд Недовольствие через бойцовскую арену Надо сделать, наверное, да? Потому что радикальный только увеличит Ну, пытаюсь вытащить этот Радиус пошел, да? Радиус пошел Нет, какой радиус? Все Взял Убрал Поставил Убрал, убрал Нормально Нормально Там 10 стали нужно А не 20 было Слава тебе, Господи Короче, мы Под завтрашний день Планируем О, здесь скоро доделаются Вот это вот надо сносить Лес заканчивается тут Лес заканчивается тут По понятным причинам Демонтаж Ну, надо палатки делать И, видимо, арену бойцовскую Где-то Вообще, ХЗ где? Видимо, здесь жилой блок Нужно придумывать как-то Двойные пайки Работающие дети будут получать Двойные надежды Возрастет Риск травм Снизится Их станет больше сил Не, щеглов Хрен прокормишь Надо снижать Недовольство, друзья Путем строительства Арены Путем строительства Жилья какого-то Как я ее поставил Просто А почему я во втором ярусе Это все делаю? Глупость же редкостная Теряю ценное место Демонтаж Как криво! Нельзя так делать Нужно по-хорошему дождаться Когда это закончат Собирать Но до него еще Пилить-пилить Можно попробовать Палатки сделать здесь Но это будет Небо отапливаемой зоне Во-первых Надо их поставить Потом отключить Чтобы они там не спали Потому что Если они там будут спать Они там будут замерзать Короче, трындец И при этом 40 очень Жаждющих Есть Людей Здесь Санитарки Криво поставлены Из-за того, что Ну там был пост добычи Который меньше занимает Мы что, в втором ярусе Сразу начать строить Скажем, вот так где-то По-раз Там все равно это мешает Видите, вот этот вот Конкретный Пост добычи Он мешает Ладно Хотя бы так Во втором Отапливаемом радиусе Народ голоден В течение трех дней Да Накабрил В течение четырех дней Чуть-чуть до теплицы Не дотянули Но в прошлый раз Кажется, было 90% Та же самая штука Ну вот Как убедить их И доверять мне снова Это задачка Та еще Особенно вот с таким Строительством Вот это мешает Вот это мешает Для Че, еще кто-то пришел На пропавшие дети Их мне как раз Не хватало Пока раскидываю Инжей Потому что сейчас Будет очень Сильно болеть Может пока не Поздно Перестроить Эту штуку Да, тем более Тебе все равно Да, давай Бац Построим мы ее Просто чуть Чуть выше Вот как-то так Да Ну, временно Все равно Но У нас появится возможность Здесь домики отстроить И мы еще будем Кроме угля Дерево Нужное нам добывать Так, демонтировали Раз Дорогу убираем Здесь два И здесь три Ставим пост добычи Вот Он пусть временен Но по крайней мере Он будет Он не мешает мне Здесь уже И я могу Палаточки начать Строить внутри Вот Капец Там народ Уголодает А вот Тяжело бы А, нет Это просто больной Нормально Готовы добывать Хотя это не Подсвечивается Сейчас Да Это просто Уголь добывает Вроде Подсвечивалось ХЗ Мне показалось Подсвечивается Так 14 часов Чтобы убедить Народу Доверять Как ХЗ Делаем Две теплицы Тоже Вообще Не ясно Где Мне же еще Радиус Нужно сделать Давай Теплицу Сразу Ну Где-то Наверху Видимо Все Строятся Теплицы Так Ну как Не убедить Людей Доверять Мне За 12 За 12 Часов Я не знаю Три дома Три дома бы еще построить Где строить дома Неотапливаемые Но эти тоже неотапливаемые Радиус я не успею построить Да Получается Получается так Все поиграно Не ну Отсутствие домов Это же не Холод в домах И отсутствие домов Это две разные проблемы Так что будем решать Постепенно 11 часов Погнали Раз Сейчас будем кормить Пытаться 50 сверхголодных 9 часов 9 часов Да-ка штук Три Как От недосадки еды Черт Это потому что Они пожрали сырую еду Собаки Вначале Блин Чуть не дотянул Уже фермы работают Уже все Картофан Поспело Ребята Там на кухне Нарезают Уже кормят Они стоят Такие Два дня Без еды Не могут Продержаться Короче Вывод Это сделать Сделать пораньше Пораньше кухня Друзья Пораньше кухня Погнали Не, начало Вот конкретно В этой Это прям Это прям Да Давай-ка туда Инженеру Кстати Сюда У детей На что я все равно Мастерскую наверху Хочу сделать На этот раз Правильным Мастерская Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все равно я с приоритетом делаю исследование Потому что тут реально можно ферму рашить Четвертый больной Да, это плохо Что дальше? Дальше мы добываем с... За углем, кстати, следим Вполне вероятно, тебе придется сейчас еще... Насколько тебе угля хватит? На полтора дня Дерево тебе нужно... Ты дерево есть, добываешь Главным образом дерево и сталь В первую очередь тебе нужно именно дерево, а не сталь Потому что вот сейчас опять у нас дилемма Тебе нужно 16 дерева Придется потратить какое-то время Все, исследование пошло, чертежные Блин, ну как так-то? А, стоп У меня же, блин, проблема с тем, что я еще два ядра должен был добыть здесь Черт, там похолодание будет Забыл совсем, не успею Пять часов осталось, я только одно ядро возьму А наверху не хватит, да? Варианты? Варианты добрать в минус 30 ядро, дурачок А, и ты помнишь же, что тебе еще по-хорошему нужно кухню сделать? Не забыл, случайно, нет? Опять же, сожрут тебя Поможем построить кухню побыстрее Еду сделать там не успеем Но зато успеем туда посадить народ Чтобы они просто не отдавали сырую еду Уже 4 сырой еды подъели Сучки, а? Супец или продлен? Супец Что делать? Можно попробовать добавить сейчас еще Во-первых, тебе нужно уголь добывать будет завтра, да? Во-вторых, можешь добавить Во-вторых, инженерку рановато Нужно, когда придут новые инженеры Инженерку добавить Что еще? Тебе нужны исследования Пять стали на исследовании всего лишь Да? Добывать уголь тебе нужно Уголь Вот так, наверное Ну тут закончится куча все равно Он будет уголь добывать четко Ну и санитарный пункт Надо было, оказывается, делать второй Уже Инженеров нет Ну сейчас Закончится, да Теплеца надо делать Ладно, там все равно Чрезвычайка закончится Давайте лучше полечимся Я помню, что там Осталось пару часов работать всего лишь Так что пусть лучше больные Полечатся до утра Нам нужно собрать Восемь единиц Деревом Сейчас пойдут ребята делать Хавчик Супцы И включаю форсаж Для начала Стаса очень хорошая Делаем исследование теплицы На второе ядро как-то тиснуть Блин, как второе ядро тиснуть В минус 30 А, мы его уже тискаем Там уже решено Там уже люди Сами по своей воле пошли На это ядро Оно нужно для второй теплицы Иначе не хватит Я должен был это сделать Конечно В другой ситуации Все, ладно Эти освободились Но это мне аукнется болезнями В конце дня Сто процентов А, стоп Черт, мне же, глядь Не хватит, честно Ой-ой-ой-ой Во-первых Убирай отсюда Черт Тут стали до хрена Блин, я отключился Я отключился Я не успею Ладно, давай так Ой, ящики древесины Не те Закончились Нехватка ресурсов Да, мне подсказывают О продленках Это как раз то, что нужно Но народ начинает уже Че-то бухтеть Мне кажется Народ в бешенстве И главное На первом плане Стоит какой-то щегол И осуждающим взглядом Смотрит на меня пес Так отсюда Надо было рабочих убрать Запасы на 9 часов Уголь начали добывать Блин, ну опять меня сожрут Сильно голодных нет Хорошо А не пробовал суп с опилками делать Про таком начале Суп с опилками большое количество больных дает Так, теперь я бы хотел Это у нас НЖ пришли Правильно? Да, все делаем Вторую мастерскую Получается Я мастерскую криво построил Закидываем Давайте говорим Что мы выполним обещание Начинаем строить сейчас палатки Ты опять начинаешь Вот Сталкиваться с проблемой Прошлой Что как бы Пока у тебя посты добычи есть Тебе палатки ставить Но они получаются Очень кривыми Ладно Этот сейчас Древесину добудет Давай так То есть здесь Закончится дерево Здесь закончится дерево Тут работает Один пост с добычей Кстати нет Лучше вот это отменить Тут лучше сделать Сразу пост с добычей Ну под второе дерево Пока что Да, давайте так Инженеров запихиваем Это на будущее Скорее Четверо больных Шестеро Семеро Ну это все что есть То есть в целом У нас Все умещается Нормально Ребята Нормально Сейчас 6 часов Начнется Форсаж Не забыть убрать Беда с углем Она нормализуется Как только вот эту елку Закончим добывать Сталь потихонечку Тоже тискаем Критический уровень нагрузки Здрасте Убираем Убираем Попробую до комфорта Даже довести Хоть это тоже Скоро Скоро Закончится Так и что Это закончилось Демонтаж Сюда Отправляем Сейчас Право Закончится Тоже Работа Исследование Теплица Готова А дальше Что я делал Дальше Радиус Генератора Под похолодание И две Теплицы Надо построить Блин Теплицы Теплицы Как мы будем Делать Теплицы Ну и желательно Во-первых Вместе Друг с дружкой Сделать Тут мешает Все Тут пока мешает Вот здесь скорее всего Раз и два Попытаться Пендюрить Вот там вторая Не поместится Зато блин Ты здесь домик Сделал Демонтируем Пока Это Закон Какой закон Продленные Радикальные Или Недовольственные Жем Бойцовская Арена Да Миш Сначала Теплицу Пожалуйста Да Некуда Мне их Ставить Алло Ну вот здесь Поставь Это норм Это норм Как раз Но вторая Где Вторая На угле Будет Теплица На углях Это мы Демонтируем В целом Можно в первом Радиусе Сделать Но зачем Нет Ее нужно Вот так Делать Да А кстати Теплица Будет Будет Отапливаться Или так Все-таки Вот так Вот Но вторая Не залезет На тебя Можем снести Добычу стали Оставь Тебе нужна Сейчас для чего-то Или нет Добыча стали Добыча стали Добыча стали На маяк Но позже Вроде нет Добрый Грэнсон Привет Добрый Вечер Грэнсон Так Тут мы добываем Раз-два Это хорошо Слева Я думаю Как мне по минимуму Перестраивать Это первый радиус Заканчивается Это второй Как бы Тут не поместится Две штуки Теплица делать Вот в разных сторонах Учитывая Что на них Работают Бафы Не стоит А Другого выхода Нет Первый Теплица Идет сюда Здесь я Демонтирую Сразу И заканчиваю Демонтаж Уберу Четверых Рабов Рабочих Рабы Не мы И убежище За 9 часов Нужно обеспечить Людям Как-то вообще Непростая задачка Которую Прямо сейчас Нужно решать Надо с угля Доставать людей Да Достаем с угля Теплица 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 Пошли строить домики А я помню Про бойцовскую арену Закидываем сюда Щеглов Отапливаем Чтобы еда пошла И ставим на паузу Строительство Жилищ Почему? Потому что У меня рабочие Не в теплице Смотри, друзья Ребенок ранен Надежда Немножко вырастет Да Сначала нужно Решить проблему С хавчиком Потом В конце рабочего дня Начать строить А, нет Какой конец Рабочего дня Должен обеспечить Жилище Для всех Дурачок Ну это ГГшечка Убираю рабочих Строительство Я не успею Я подведу их Да не успею За три часа Это построить На хрена Я вписался Сейчас они будут Да, все Час Нужно четыре дома Построить за час Раз Два Двадцать минут Они вот строят Накормим их Накормим их Недовольство Недовольство Вроде падает Вспоминаем еще Про бойцовскую арену Мы почти Накормили всех Главное Чтоб сейчас Не умерли Сильно голодные Да, недовольство Реально падает Давайте-ка Сделаем так Блин, я не знаю Зачем со мной Эльдар спорит Во время Погнали Пришли новые Возвращаем народ сюда Будет похолодание Но вроде как Мы готовы к нему Блин, сейчас я Из потока уйду И буду опять ошибаться На чем мы остановились Бойцовскую арену Нужно сделать В течение двух дней Добыча угля какая Пока нормальная Но это до второго рейнджа Сейчас нет Я отвлекусь Блин, как скриншот Почему Яндекс Скриншоты не делают Продолжение следует... Блин, как скриншот Что belangrijk По сути Но��다 Неissant Криншот По сути Блин, как Свет И для Погнали. Так. Бойцовская перед лицом. Накормить все голодных это мы делаем. Здесь закидываем. Инженеров, может быть, стоит сейчас сделать третью мастерскую даже. Правда, предыдущая у меня первая была хреново построена. Вторая тоже хреновая. Построены семеро больных. Ага. Не хватает ориентировочно-санитарных пунктов. Шестеро больных. Девять, десять. Одиннадцать, но помещаются. Двенадцать не помещаются. Это все новые. Да, это все новые, не помещаются. То есть нам еще санитарный нужно сделать. Как все криво, капец. Делаем санитарный. Заботливая мать. Ладно, поднимаем надежду. Делаем еду, пытаемся накормить сильно голодающих людей. А, у меня достаточное количество инженеров было. Смотрим, кто болеет, кто не болеет. Идет на работу хорошо. В первую очередь делаем так, чтобы теплицы работали хорошо. И после этого, что мы делаем после этого? Угледобытчик, похоже, да? Угледобытчик, похоже, у меня интернет. Барахлит, из-за этого трансляция перета самая прерывается. У тебя дропов нет. Но в логах, оказывается, там есть что-то нехорошее. Так, увеличиваем радиус генератора. Будем ли мы... Наверное, попробую оставить. Дальше. Угледобытчик. Сильно голодных нет. То есть, от голода люди пока не умирают. 80 дерева. Кстати, а что по углю? И уголь нормально. Что-то слишком хорошо. Сейчас сглазим. А, бойцовская арена. Бойцовская арена нужна. Сейчас лес добудем. И будем делать бойцовскую арену. Уголь здесь закончится. Можно будет что-то перестроить. Мне кажется, вот эти вот палатки кривые. Так, бойцовскую арену мы делаем вне отопления и в будущей жилой зоне. Я не знаю, где у меня жилая зона будет. У меня все настолько разрознено. Здесь нежилая зона получается. Может, вот здесь сделать, что это все перестроено. Но там тоже нежилая. И здесь нежилая. Все сильно вразнобой. Ну, я думаю, надо делать ее как-то условно. Вот здесь на будущее для снижения недовольства где-то. Ну, потому что... Потому что... Так, пост добычи истощен. Демонтируем. Строим дорогу. Форсаж пока успокаивается под похолодание. Готовимся. Слушайте, а может быть в этой ситуации надо было делать что-нибудь еще на отопление? Типа улучшение генератора. Ну, я тогда просел бы просто по углю. Мне не хватило бы угля. Возможно. А может быть и хватило. Не, угля осталось только две кучи. Это на полтора суток только. Голодные накормлены. Выполнено обещание. Хорошо, недовольство спадает. Слушайте, ребят, хорошая ситуация. Все больные под контролем. Все голодные сейчас будут накормлены. Сделаем переполнение. Еще пайки выделим. Смотрим, чтобы не мерзли. Все нормально в комфорте. Почти. Нет крыши на головой. Девять человек. Даем обещания. Вот всегда бы такие обещания из серии. Палатку за десять леса построить. Прям прекрасно. Я за. Так, и готово. Готово у нас угледобытчик. Лесопилка следом. Или паровой генератор. Паровой центр делаем. И угледобытчик пока не делаем. Я его буду делать уже под отоплением. Под паровым центром. Постараюсь. Лес осталось пятьдесят. Закон ориентировочно радикальный. И за счет еды будем лечить. Недовольство растет, но ничего страшного. Бойтевскую арену достраиваем. Выполняем первое обещание. Раз они довольны, надежда растет. И еще палаточки делаем. Надежда тоже растет. Но завтра будет минус пятьдесят. Все голодные накормлены. Четверо больных под утро, прикиньте. Охренеть. Или я хотел сталь сначала сделать. Да? Я хотел сначала сталь сделать. Это отопление. А мне хватит? Да, хватит. Шестьсот угля. Не, ну слушайте, круто. 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 Сейчас хорошая ситуация. Прямо надо фиксировать, что к минус пятьдесят у тебя нет бездомных, нет голодных и почти нет больных. Это невероятно. То есть следом нам нужно доладить хорошую добычу угля через угледобытчик. Сколько он стоит? Пятнадцать дерева всего лишь. Одного нам хватит, для того, чтобы это все прокормить. И врубаем сейчас снова форсаж на минус пятьдесят, для того, чтобы избавиться от, ну, меньше полубальных, короче. Дальше на дополнительных пайках пытаемся... Кухня. Кухня перестает работать. Кухня перестает работать. У нас запас, по идее, есть ничего страшного. Резко поддержал ваш канал на сто рублей и сообщает. Спасибо. Привет, Миша. Привет, привет. Ты прости за вчерашних чаек. Все нормально. Мы с Олегом не совсем трезвые были после Русбрёйна. Да, я понял. Гэгэ и отличного стрима. Я понял, все отлично. Я помню, как ты по наливочкам любишь. Кухню ставим в радиусе на отопление. Да хочется мне здесь пост добычи воткнуть второй. Потому что воткнуть второй нужно переставить первый. И может вообще не здесь угледобытчик уже делать. Давайте, может, пересмотрим. Ну, здесь место под жилое. Здесь можно угледобытчик поставить. Смотрите, как шикарно. Как думаете? Хотя тут палатки тоже на перестройке. Видите, дыра просто стоит. Что туда можно поставить? Только так. Можно палатку, конечно, сделать и сместить, но как-то криво все. Все очень криво. Делаем исследование парового центра. Абстерская тоже здесь. Ну, здесь криво. Вот это вот кривая штука. Очень кривая штука. Что ставим так пост добычу? Лучше уж так. Так, чтобы так поставить его. Да, оно выглядит вроде нормально. Погнали. Сюда пару щеглов отправляем Грейм Кухня. Она возобновляет свою работу. Я хороший руководитель, поэтому стараюсь палаточки сделать. Дваны и пайки для детей. Больше сил. Риск травм снизится. Ладно, хороший, так вообще хороший. Щеглы сейчас будут получать больше. Сюда, правда, не отправить. Ну, и после окончания исследования делаем паровой. Причем ведем дорогу куда-то к лесу. Видимо, вот куда-то сюда. Быстренько делаем дорогу, чтобы не... О, с добычей истощен. Новый закон о дополнительной пайке для больных. Для того, чтобы сейчас быстрее. Сейчас больных нет, но их сейчас будет очень много. И мы бахаем. А-а-а. А-а-а. Нельзя так. Не бахаем. Капец, надо было эту штуку перестраивать. Тринадцать часов угля, хватит. Может, исследование сделать пока-то. Такой быстрый сбор хотя бы. Дерево ни черта нет. Пост добычи сюда надо ставить. Не, забейте. Вот эти вот два поста добычи, они хреновые. Мне нужно здесь бустить. Обогреем часть домов. Не-не-нет, не смогу это сделать. Так, пайки для больных. Там их всего двое. Приходят новые больные. Мне нужно двадцать стали для этого, оказывается. Для парового центра. Я перестраиваю пост добычи. Соответственно, там мы будем добывать сталь. Семнадцать штук. И последний уголь. А-а-а. Сейчас я прикину... Что теперь строить? Построить сюда. Да, короче, все. Это тоже демонтаж, демонтаж. Прибла еще одна группа. Да, я понял. Да, это пост добычи под текущий уголь получается. И под угледобытчик дальше. И здесь будем лес добывать. А эту дорогу даже, наверное, имеет смысл пока разобрать. Потому что у меня просто леса не хватает. Здесь в целом можно что-то попытаться перестроить. Но начнешь перестраивать. Мы от склада отталкиваемся. Видите, вот эта вот штука с этой штукой не стыкуется. То есть вся вот эта вот конструкция требует перестройки. Пайки лучше прожимать ночью, когда новые больные приходят. Так, дети здесь хорошо готовы добывать. Вот они, 7 больных. Сейчас новые будут. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Еще Пайки. И скоро Форсаж того. Уже не помещаются больные. 10 часов. 12. 13. 15. И самая большая проблема в том, что Форсаж мы отключим на завтрашнее утро. Угля на 3 часа хватает всего лишь. Но мы успеем здесь начать добывать уголь полноценно. Как только будет 20 стали, делаем этот отопление здесь дополнительное. Бахаем. Угледобытчик. Перестраиваем, скорее всего, вот этот домик. Чтоб 3 угледобытчика были в тепле. Точнее, 3. Критический уровень нагрузки на генератор. Да, 90% уже. 92, 93, 94. Выключаем Форсаж. Выключаются наши санитарки. Мы их включаем снова. Блин, все равно слишком близко. Конечно. Тут лечение, лечение рабочих добавляем. Лечение рабочих добавляем. Угля осталось 400 где-то. Стали 16. Сталь добывается с динамикой 10. Так что 10 в сутки ведь, да ведь? Да, 10 день. Было бы неплохо эту кучу сразу окучить. Вот. Ну и сейчас рабочие у нас пойдут делать отопление здесь. Динамика добычи угля тютелька в тютельку. Но когда сталь добудется, будет получше. Перестроить палатку, наверное, не смогу, потому что мне для угледобычика нужно еще 50... О, 15 древесины. Но мне бы запас угля сделать за сегодняшний день. Да. Надо демонтировать эту хрень. Делать еще один пост с добычей. Ну иначе я отключусь просто. Все, рабочие добывают. Сколько динамика? Динамика хорошая. Плюс 130. Запас мы успеем сделать. Быстрый сбор от эффективности добычи. Довольно дешевенький грейт. А скорее всего мне нужно тоже сейчас выбрать какой-то мега дешевый грейт. Хотя у меня дерева нет. У меня дерева нет. Мне нужно дома сносить. Нужен какой-то мега простой... Да, лесопилка нужна. А потом нужно 9 дерева добыть где-то. У нас только все близко, капец. Серьезно заболел. Вот это плохо. Дом опеки нужен. На дом опеки у нас дерева нет. Торт без конца не будем заниматься. Уголь скоро закончится. Запасов по углю нет. Мне кажется... Я зря... Короче, убираем палатку раз. Убираем палатку два. Убираем палатку два. Угла хватит на 5 часов. Грязь. Дом опеки был успеть сделать. Я не знаю как. Короче. Сталь есть. Но чтобы сделать... Нет, друзья. Нужно угледобычек делать. Я долго тянул. Но я не могу больше тянуть. Я должен угледобычек ставить. Ставить уже сейчас. Словно где-то здесь. Ну иначе я могу остаться просто без... Без электричества. Без энергии. Продавать палатки. Делать дом опеки. А где тяжелобольной? Я вот не знаю. Он исчез? Может мне не делать? Дом опеки. Все остальных нет. Уголь добывается последний с небольшим запасом. Запасы буквально на 5 часов. Или это плохо? Это значит, что я не выдержу. Что можно сделать? Можно выключить здесь обогрев. Нет крыши на головой. А не факт, что я успею. Не, я успею. За 2 дня успею. Лисопилка доделается. Успею. Надо было угледобычек делать раньше. Все. У нас 8 часов. Добыча закончена. Через 8 часов 23 минуты у меня все отключится. А мне нужно 10 часов про это самое. Прибыла еще одна группа. Капец. Капец. Отдыхает на бойцов сковорено идет. Что здесь? Отдыхает, собирается есть. Окей. На потеплении надо 2 ядра собрать. И как минимум 1 эту сделать. Блин, что же я в минус 50 без отопления буду делать, а? Пайки надо выдать. Но сюда не стоит. Сейчас нужно дождаться, когда сюда придут люди. И приезжать. 3-4. Собираем 1. Около дня. Около дня. Около дня. У нас пищевые пайки закончились. Ах, вы гады. Да. Они только больные пришли. Они еще пришли голодные. И прожрали все. 40 угля. На 2 часа 40 минут хватит. Ну все. Подключаемся. Надо было угледобычек раньше строить, не привязываясь к этому стали. Дома опеки делаем. Дома опеки делаем. Я включаю. Я включаю, включаю, включаю. Включаю, включаю. Включаю реактор. Ну, тяжело больных 8 человек уже. Блин, ну вот хотел как лучше, блин, с этим с отоплением угледобытчика. Получилась полная хрень. Что по добыче угля-то? Алло. А, добыча угля теперь нормальная, на ток. Мне теперь нужно лесопилку делать. Которую, между прочим, стоит лес. Насколько я помню. Для этого нужно палубки сносить. Двух хватает на добычу постоянно. Строим лесопилку, но она тоже будет сейчас очень... Очень страдать. При этом надо сделать дом опеки. Попытаться с пайками откупиться. Добываем лес. Ну, ошибка самой главной была то, что я угледобытчик сначала... Ну, ждал и там сталь собирал. Сначала хотел паровой центр сделать, а потом уже... Мне сейчас нужно дом опеки втыкать куда-нибудь. Или исследование даже какой-нибудь базового, типа маяка. Тут реально начало такое, что нужно по точечкам все делать. На этом уровне сложность. Ну, 30 бальный. Обещаем построить санитарку. Как бы ее и нужно строить, вообще-то. А еще нужно дом опеки построить. На который нужно много дерева. Сейчас потепление будет. Я думаю, завтра нужно, во-первых, собрать как минимум одно ядро. Построить пост с добычей здесь под сталь, которая нужна будет под маяк. И, возможно, сделать вторую лесопилку. И, возможно, построить еще этот... Отопление нужно сейчас только понять, в каком порядке это все делать. Удаляем палаточку. Делаем дом опеки. Перестраиваем здесь дороги. А, еще на дом опеки не хватает. Серьезно? Так, получается. Так, получается. Давай так. Леса нет. Надо будет дороги сделать как-то. Может, я могу где-нибудь дороги продать? Нет, нет, нет. От Бойцовской можно увезти. Недовольство возрастет. Но зато мы сразу три строения делаем. Тяжело больных отправляем в дом опеки. Там одежда возрастает. Там даже лечение какое-то идет. Инвалиды. Вот они все сидят. Очень много людей больных. Мне кажется, сейчас надо лазареты рашить по исследованию. После маяка. То есть у меня будет два дня для того, чтобы сделать лазареты. Что дальше будет та же самая жопа. Ну что, теплеет. Делаю форсаж. Это все следствие работы в прохладных местах. Сейчас надо очень быстро собирать. Подожди. Думай. Я помню про ядром. Помню про посты добычи наверху. Это-то я все помню. Ну он тяжел, больных 7 человек. Еще 50 обычных больных. Сейчас мне еще строить. В течение дня крайне противопоказано. Нужно лес добывать. Жесть. Какая жесть. 13 тяжелобольных. И чем мне дело сейчас? Ядра нужны на хавчик и на лазарет. Давай сделаем парочку лазаретов, получается. Что с 28 инжей. Точнее не на лазаретов, а на этих санитарных пунктов. Капец больных. Да, ну 22 санитарки пилить сейчас прям. Чем раньше, тем лучше. Чем лучше. Санитарный раз. Пайки прожимать опять же, попытаться как-то. Отрезать ногу человека. Не, ну все из-за отключения питания, мне кажется. Изучено технологии маяк. Что я сейчас этим маяком буду делать? Что не санитарным надо делать? Вы помогли больным, но... У нас отключение, да. Просто жесть. Ну, я последний вот здесь пытаюсь запомнить. В целом у нас ситуация была очень хорошая. Одно неверное движение и все. Там была еще ошибка с тем, что я второе ядро вовремя не собрал, помните? Это прямо было неправильно. Так, давай здесь мастерскую, пожалуйста, отстроить так, как надо отстраивать. Вот так надо отстраивать ее. С этим у меня тоже проблема была. И внимательно с точки зрения постановки постов добычи, пожалуйста, Миш. То есть не вплотную. Для того, чтобы радиус был, ты можешь сразу включить как раз для этого. Инженеров сразу пятерых можешь со строительства туда отправить. Пост добычи. С приоритетом мы добываем что? Мы добываем дерево. И мы добываем дерево. Раз, два. Убираем. Делаем обогревателем. Убрали раз. Убрали два. Весь радиус тоже убираем. Дальше. Рабочие пусть строят так. Дети пусть добывают так. Нам нужно десять стали. Наверху пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И давай. Дерево. Погнали. Так, только не так. Поздно я туда строил штуку. Ладно, все. Заканчивается день. Ничего не забыл вроде. Шестьдесят дерева. Хорошо. Ставим, соответственно, санитарный пункт. Но надо сейчас уже отталкиваться. Стараться правильно строиться от этого поста добычи. То есть не здесь. Вот так санитарку мы делаем. И это раз. Так, мы пост добычи делаем. Это два. Кстати, хорошая тема. Двадцать одному человеку три домика построить. Я на это подпишусь, пожалуй. Что-то еще забыл. Да, я забыл еще один пост добычи. И вот сейчас очень важно понять, куда его поставить. То есть это не уголь. Это скорее сталь плюс дерево. Как-то по-хитрому сталь-дерево, да? А зачем тебе еще раз сталь? Тебе сталь нужна на перестройку постов добычи? Ну, это хрен с ним, ладно. Можешь кухню, кстати, сейчас отстроить? Правильно ли сейчас кухню строить? Не, а кухня в течение завтрашнего дня. И завтра мы должны два ядра добыть еще. То есть пост добычи нам особо не нужен. Правильно ведь? Там люди придут, как не нужно. Ну, так-то да. Кухня или не кухня? До кухни еще долго. Ладно, давай сталь плюс дерево. Как-то так, да? Причем надо соединить его нормально дорогой. Приступаем к строительству. Вытаскиваем инженера. Всех в целом убираем с добычи. С кучи, потому что в минус 20 работать не очень хорошо. Лучше это все делать через посты. В результате три поста получается. Мы страскаем. Сейчас будет чрезвычайка для исследования. И дерева тебе не хватает для того, чтобы... А ты уже нигде дерево не можешь взять. Значит, не чрезвычайком. Значит, мы можем, например, сделать супцы пораньше. Или чрезвычайную, но будем включить его в конце завтрашнего дня. Не, давай лучше супцы. Так, мы сможем завтра сделать... Так, а где все? А, вот еще 15 детей. Я думаю, вроде как должны быть еще свободные руки. Двое больных, но двое никогда не было. Трое в лучшем случае. Да, трое больных это минимум абсолютно, которое я встречал здесь. Так, не забудь про жилье, которое ты должен обеспечить. Что у нас по приходу? Угля нет, запас хватит на день. Добыча 120 дерева, стали 18. Нам нужны десятка на исследовании просто. После обогревателей. Ну, после этого сразу чрезвычайка, друзья. Прямо сразу. И здесь я должен выделить прям миллион рабочих. Для того, чтобы прям с утра начать... Причем все должны быть... Все должны добывать эти чертовы ядра, пока не поздно. Пока еще минус 20, пока не так холодно. И сделать кухню где-то в середине процесса. Я вот не помню, только кухню мне нужно обогревать будет. Кажется, со вторым ярусом мне не нужно кухню будет обогревать. Мы должны справиться. Приходят новые упыри. Сразу начинают, как вы видите, строить. собрали одно ядро. Ребенка выходной. Блин, у сырой еду сейчас пожрут все равно, да ведь? Успеют? Ага, эти с ядрами справились. Окей, давайте тогда сюда. Все, вроде успел поставить. Сырую еду не подожжали. Это очень хорошо. Соответственно, обогреватели под утро будут готовы. Говорят про маяк. Что еще до похолодания я должен сделать? Я должен, скорее всего, поставить второй санитарный пункт. А, погоди, у меня исследование должно быть сейчас на 50 как раз. У меня исследование на 50 следующего тира, да? Да. Я не должен тратить дерево. Здесь мы бахаем чрезвычайную смену и сразу, соответственно, врубаем ее здесь. Исследование продолжается и мы делаем следующий тир чертежные доски. После этого 20-10 стали 10, леса 20. В принципе, даже можно эту штуку отключать. Добывает половину того, половину того. здесь, я полагаю, надо отдыхать на лечении. Ставили. Сильно голодные, но самое главное, ведь сырую еду они в этом случае не жрут. Они ждут терпеливо, потому что знают, что есть так и супец надо поставить. сильно голодные, четверо больных, пятеро больных. Шестое уже не помещается, седьмое тоже не помещается. Так, у нас будет проблема с углем завтра. такая прям непридуманная проблема с углем. Нам нужно поставить здесь один пост добычи. Угля хватит на 9 часов, но я же должен обогреватель, сейчас буду еще включить, правильно? Ну да. включаем форсаж пока что. Так, здесь на работу пошли. Так, полноценно работают, почти полноценно работают, почти полноценно работают. что, а сколько мне нужно времени-то? 5 часов у меня есть на строительство. Ладно, пошло конвертирование хавчика. 15 дерева нужно. И тут же как можно быстрее делать пост добычи. А еще убежище построить за 9 дней. Охренеть. Но если я не поставлю пост добычи, то все подмерзнет. при этом мне нужно еще 20 дерева для того, чтобы сделать новую эту. Так, этих убираем. ферму не нужно фермы сделать. 20 угля, 3 часа есть. мне кажется, даже мне второй пост добычи нужно будет сейчас. Прямо сразу. Хотя нет, одного хватит. так что мы делаем тетелька птетельку. Не понял? теплицу 15 угля осталось. 13, 12, 11. Тут доделали. и что у нас? Динамика уже положительная. Кто-то ест, кто-то не ест. Смогу ли я за это время накопить себе? Не смогу. Поэтому ставим еще один пост добычи получается, да? Может здесь? да, так. И надо построить пару палаток будет. Сколько там? Три палатки нужно будет сделать. А дерева нет на третью. Причем палатку-то нужно сделать... Давай-ка так. Давай-ка так. продленная смена раз, продленная смена два, три. Надо успеть палатки сделать за три часа с небольшим. это трендец какой челлендж. Надо всех рабочих сейчас задействованных. Да, подождите, ну что вы делаете? Я только начал-то, ну... не успеют они за три часа сделать. Или успеют? Два часа есть, успевают. Один, пятьдесят минут, сорок, тридцать, двадцать. За девять минут до конца я выполняю обещание. Охренеть, как на тоненького. чё по углю набрали? На двенадцать часов набрали, нормально. Новая группа пришла. Так, дальше теплицы. Шесть. инженеры пришли, думаю, может быть второй либо санитарный сделать. нас санитарный делать. Я бы хотел, конечно, вторую мастерскую сделать. Но это не это самое. так, выключаю палатки, чтобы они не спали в холодных палатках. Это глупость. Обещание выполнили и хватит. эти две кучки заканчиваются. Здесь мы одну собираем. Тут и не собираем все равно, да? Кучку. А лес нам нужен. Здесь может быть даже стоит и перестроить палатку. Сейчас в первую очередь надо голодных накормить. То есть нужно дождаться, когда теплица доделается у нас. Мастерскую естественно поставить на нормальный режим. Больных в два уместили хорошо. Критический уровень нагрузки генератор. Выбираем форсаж. На кухне прохладненько. Делаю комфортно, чтобы эти побыстрее. А сколько у нас динамика добычи? 150 дерева. Хорошо. То есть как только доделается теплица, мы сразу делаем теплицы. Надо выбирать место под эти самые теплицы. Тут все пока загажено этими постами добычи. тут кстати мы за сутки доберем почти полностью. Принимаем новый закон. Нам не нужно снижать недовольство, нам нужно скорее радикальное и либо пайки, либо переполнение делать. Я до сих пор не знаю как лучше действовать, потому что пайки, ну и то и то работает нормально, просто по разному принципу. А еды то у меня не так уж чтобы и много, я бы через переполнение, но вызывает недовольство. Так, а смотри где ты будешь строить. И что надо делать дальше? Дальше скорее всего угледобытчик у нас по плану, да? Угледобытчик возможно сразу а может мы сделаем не, нам нужен радиус генератора, извините, какой угледобытчик? Нам же нужен радиус генератора. Нам сколько осталось меньше двух дней? Я могу попытаться уложиться и успеть сделать. Но трындец как не хочется рисковать, особенно с одним, с одной мистерской. Так, теперь теплицы внимательно. Где мы их ставим? Какие убогие места, как обычно. Просто я поставил посты добычи так. Что, во втором радиусе видимо нужно их делать. Хотя минус 50 они работать не будет. Может уберем этот пост сколько тут осталось один час, он сам скоро справится. С добычей истощен. Убираем рабочих. Подожди. Здесь дети это демонтируем сейчас убираем рабочих, убираем, сюда добавляем детей, это демонтируем. Двойные пайки, ни в коем случае. В прошлый раз я кажется из-за этого слил. И это тоже демонтируем. Пробуем здесь как-то во втором ярусе, во втором радиусе поставить. оставить. Быстрый демонтаж. Кстати, куча угля скоро будет. Быстрый демонтаж такой же быстрый монтаж нужно делать. Так, это первый ярус. Радиус вот в такой нужно ставить. Да я не знаю по какому направлению, хотя тебя в теплице не особо привязаны к направлениям, да? Пока делаем так. 9-7 рабочих занимаются, это очень хорошо. Я даже еще немножко пристрою рабочих. Меор 4 Ид поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает еще раз привет. Привет. Есть прогресс? Про задание не забыл. Что случилось с ютубом? Посмотрите пожалуйста, а то хочется прилечь из телевизора тебя смотреть. Заранее спасибо. У меня коннект сегодня очень плохой, что-то дропается коннект, из-за этого падает ретрансляция в том числе. Поэтому тут 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 блин, столько проблем капец, еще без паузы это все делать. Пробуем здесь дорогу уместить в мастерскую, мне кажется, она может да, есть. Да нужно вторую мастерскую делать. Есть одна. Пошли делать мастерскую после. Пауза здесь. Эти тоже. На лечение идет на снос. Никакого сноса. Так, разбрелись вроде нормально, да? успеем немножко еды даже в конце этого дня пару-тройку часов по это самое поздавать. Я вижу, что больных маловато, потому что температура хорошая. Накормим, накормим. Даем обещание, что накормим голодных. что фермы работают. Скоро форсаж придется выключать. И вот сейчас очень важный момент, на который я зафейлил в прошлый раз. Демонтируем ненужные вещи, это понятно. Возможно, стоит построить пока не минус 50 еще один пост с добычей вот здесь. В любом случае пригодится. дорогу довели. Новая группа пришла, пропавшие дети. сгиб обнаружен. Идти сюда под обогрев. Есть немножечко дерева. Мне кажется, сейчас нужно прям упарываться по этим по санитарке. Ставить третью. Или не стоит пока? Подожди, 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 подожди. Типа не так много обещаний сделать там какие-нибудь дома ты не давал, да? Тебе нужно убедить людей доверять. Недовольство нужно снизить. Возможно, жилье придется в результате строить. Мы накормим голодных с высокой вероятностью. Их недовольство скорее всего само снизится, когда у нас радиус генератора увеличится. Я думаю, надо ставить еще пост добычи вот такой под следующий уголь. И на этом у нас посты добычи закончились. То есть все кучи, которые есть, мы окучиваем. Дальше делаем переполнение. Правда, недовольство возрастает, но я не хочу сейчас через... Или пайки. Мы двойные пайки. Домики у нас отключены. Сырая еда есть. Мы ее будем сейчас завтра сконвертировать. Даже одного человека на кухне хватает для динамики. И сейчас первой едой нужно прожимать пайки. Хотя нет, нужно сначала тяжело сильно голодных накормить. На работу. Все, пошла кормежка. Надеюсь, в течение сегодняшнего дня мы прожмем двойные пайки. Удастся нам накормить народ. Так, истощен. Дерево появилось. Переводим сюда. Добываем уголь 300. Угля еще достаточно много. Радиус генератора увеличиваем. Мне кажется, что может попробовать даже и мощность. Мощность и угледобытчик. Мощность и угледобытчик. Или угледобытчик мощность. увлечения радиуса генератора. Сейчас мы уйдем сильно за... Нет, не уйдем никуда. И что сейчас делать? Я никогда не шел в улучшение генератора, но он х2 будет по... Но будет тепло. может реально сколько у меня угля запасы на 20 часов хватит, потребление 400 и еще 200, 500. Хватит, да? Попробуем до угледобытчика улучшение генератора сделать. Ну что под этот минус из 5? Давайте улучшение генератора. Форсаж, а потом улучшение генератора. Да, давайте. Меняем немножечко билд исследования, так скажем. потому что сейчас голодные, блин. Побыстрее справились. С 30. увеличиваю добычу. Точнее добычу а эту температуру. Так, тут у нас оголь закончился. Окей. Стопе. детей закидываем сюда. Они быстрее сейчас будут хапчик делать. А это, кстати, надо демонтировать быстрее. Потому что потом минус 50 это мы не сделаем нормально. 10 сильно голодных. но мы успеем накормить. Ну, то есть в течение дня. Главное, чтобы эти пятеро последних не сдохли в процессе. Сейчас очень быстро делаю супец. 80% эффективности кухни. очень быстро. Да, все, избавились от сильно голодных. Никто не умер от голода. Это уже очень хорошо, друзья. задача накормить, снизить беспокойство, да? Дома может быть все-таки. 160 угля, 3, 400 угля. Ну и прожимаем пайки. Оп, для ускорения восстановления народа. Но он убыстряет в два раза. Если мало времени осталось, лучше не прожимать получается. То есть лучше прожимать в тот момент, когда приходят первые больные. Когда он там два дня, ты хоп, сразу 24 часа срезаешь это дело. Но учитывая, что у меня больные долгое время копились, я хотел, все равно хочу побыстрее на ноги поставить. то есть это у нас демонтаж, это демонтаж, это может демонтаж здесь построим угледобычу. По угледобычу отдельная история. Есть все еще подозрение, что его тоже надо делать в каком-то ближнем радиусе. Или посты делать ближнем, посты точно в ближнем радиусе делать. Вопрос только где? Мне хватит двух постов, наверное, вот здесь. Этот тогда можно не демонтировать. Зачем ты его демонтируешь? Да, они там криво поставлены, но угледобычек здесь встает, и все ок. И производительность потом можно улучшить. А вот этот надо демонтировать. Как ни крути. все, остается три кучки. Завтра похолодание, мы на форсаже должны держаться. Потом по окончанию форсажа у нас бахается второй уровень генератора, и одновременно с этим мы должны каким-то образом слушай, а может быть построим еще одну мастерскую, чтобы ну типа успеть точно на да, давайте просто добычу все-таки его ушатываем он занимает слишком много места лучших либо вниз либо влево как-то запасы угля есть, на день нам хватит даже с x2 динамикой 3-4 часа 2-4-7 к сожалению не успели улучшение генератора сделать, но это ожидаемо было, давай мастерскую бахнем третью а по внутреннему либо еще один санитарный пункт делаем телеса может не хватить на все так это демонтировали где ты будешь делать второй пост добычи на этот у тебя же здесь не алло да, это плохое место тогда отталкиваемся от этого места тут есть один пост добычи ставим например вот так второй пост добычи ну видите здесь лучше четвертую мастерскую сделать по внутреннему кругу что-то зафигарить а прот зону сделать там где не знаю отапливаться он будет это пост добычи или нет голодный накормить надежда растет нам нужно убедить за 16 часов людей доверять генератор сейчас будет улучшен его не надо сейчас включать потому что и так ну надо прям под похолодание это сделать причем сначала форсаж а потом улучшение еще 5 инжей отправляем и вот эти три мастерские должны в начале следующего дня прям достроить улучшение реактора не использовать его использовать форсаж потом соответственно бахнуть исследование тут же после окончания прошлого исследования угледобытчик и отталкиваться от того что мне нужно 3 2 поста минимум плюс угледобытчик желательно в отапливаемой зоне в чем стали то у меня нет сталь то я не добываю еще не поздно пост поставить наверху чтобы чисто он сталь подобывал ну типа сталь для отопления но я это проходил в прошлый раз вот как раз на этом и прогорел потому что тебе мало добыть сталь тебе нужно еще не 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 сейчас нужно на угле сосредоточиться межган просто на угле здесь кстати мы уголь добудем очень быстро в этом смысла нет 500 сколько хватит 500 с текущим потреблением больше чем на день так что мы должны умудриться больше меня беспокоит то что люди недовольны и они меня за 12 часов уже скинут 10 сверхурочек как вариант попробовать убрать посмотреть да кажется успеваем есть отсрочили наше увольнение позорное здесь новые пациенты уже к сожалению снова недовольны людям ничего нового сейчас будет минус 50 как раз под генератор это мне поможет очень сильно избежать большого количества больных которые были в прошлый раз но повторюсь сначала мы должны форсаж прожать вот сейчас он уйдет в ноль тут прям миллиметраж на самом деле я не знаю как они выверяли эту тему но тут реально прям по по секундочкам если ты не хочешь там никого терять то тебе нужно прям очень четко все делать пока нет насколько я вижу похолодания но были где-то в районе 7 часов а в 6 часов мы уже начинаем работать да исследования добычи все есть о мне кажется еще чат отвалился да так пост добычи истощен и куда мне вас отправить лучше не генератором делаем второе форсаж и сейчас нам нужен угледобычку что уголь заканчивается погнали сколько нам хватит нам на один день отрицательная добыча угля осталась одна куча выключен домик кстати включен а толку нет вот отсюда надо людей убирать трендец убрать демонтировать эту штуку демонтировать эту штуку а потому что у меня палатка там хреново была поставлена 2 нжа свободные есть где еще они есть собираем нж пытаемся детей отправить чтобы максимально эффективно у нас было исследование какой сносит здание это дурак 400 потребление 200 потребление 400 300 строим пост добычи чисто чтобы нормально добывать не в холоде а нормально добывать дальше мы на форсаже держимся пока не включаем форсаж фактически да увеличивает как будто на второй уровень мощности но при этом мы не на втором уровне мощности судя по времени мы успеваем сделать исследование угледобытчика и мы его должны прямо сегодня и строить возможно даже я угледобытчик поставлю в отапливаемой зоне так хапчик у нас есть можно будет поражать но скорее всего сейчас будем уже дети идут на работу новый закон ну что домопеки бойцовская арена леса нет сортировка не можем принять пока получается ничего не делаем ни цель ни туда потому что мы у нас не стали ни хрена нет ну вот в таком количестве ждем угледобытчик здесь уголь добудет угледобытчик я бы еще поставил у меня есть запас день но когда мы форсаж отключим потребление у нас возрастет в два раза соответственно угледобытчик должен быть здесь после этого мы делаем скорее всего вот что надо было делать пост добычи вот в радиусе чтобы он добывал сталь иначе мы не сможем до потепления сталь добыть вообще никак угледобытчик доделывается соответственно дальше у нас идет лесопилка похоже или зона отапливаемая на зону отапливаемой тебе та же самая сталь нужно быстрый сбор как вариант для чего ну чтобы уголь собирать быстрее но в целом у нас больше ничего-то не осталось но быстрый сбор поможет мне сталь собрать наверху да давай быстрый сбор такой дешевенький инвестиционный грейд и вот он долгожданный угледобытчик вот можно его поставить прям вот прям вот вплотную только развернуть каким-то образом давай так очень хреновая конечно постройка но пока у меня нет у меня ресурсов нет просто понимаете я должен строить как-то чтобы у меня люди не болели а там дальше уже можно думать о перестройке какой-то здесь 10 рабочих зря сидят все нормально все с едой проблема решена здесь не будем бустить потому что видите осталось там в одной точно меньше часа 4 часа быстрый сбор дерева есть но лесопилку делаем лес собираем с динамикой нормальный 73 делаем угледобытчик сразу его ставим на чрезвычайку приходят новые люди сюда рабочие и вот динамика по углю как только первую кучу и здесь куча заканчивается вообще тютелька в тютельку реально будем ли мы делать второй этот санитарный пункт просто у меня не так много не я думаю что мы на пайках попробуем выкрутиться мы сейчас хорошо отапливали правильно более-менее когда у нас начнется нормальная добыча угля мы уже с вами выключим форсаж включим второй уровень тепла и будем держаться последние потепления именно так прибыла еще одна группа не сейчас они разбредутся по этим по санитаркам раз ну и здесь еще снова придут два десять лечатся эффективно двое не поместились к сожалению это как раз повод построить еще третий санитарный пункт у нас не будет леса нам зачем сейчас лес нужен на исследование лесопилки десятка нужная потом на сами лесопилки когда потеплеет надо будет очень резко добыть здесь получается сталь и возможно тиснуть одно ядро что это будет единственный нормальный момент когда мы сможем это сделать так хочется санитарку сделать вы бы знали ладно делай хочется делай чувствую что сейчас еще больные придут да вот они семь человек пятнадцать семнадцать двадцать охренеть пайки прижимаем там так люди должны нам доверять скоро начать как-то а для этого что мы должны сделать дома построить это первое но мы можем по внутреннему радиусу как раз критический уровень нагрузки включаем до встречи чтобы было как вот и и Да, сэкономить не получится Ну и что у нас по Что я хотел проверить По добыче угля, по динамике 730 Так, быстро сюда, народ Сюда быстро, народ И отсюда переводим тоже Просто еле-еле Ну и сегодня надо строить уже дома Начинать потихоньку Может мы сверху ручку попробуем Прибить, вдруг опять получится Выкинуть этот фокус, у меня же Все на сверху ручке сидят Похоже не получится Что постов добычи Мало, да, вообще никак не получится То есть меня реально могут выгнать Надо сейчас на последний лес Выстраивать палатки То есть мы добудем этот лес Демонтируем вот этот пост добычи Второй раз люди на трюк не ведутся Да Здесь можем это включить в палаточку Так, все, истощенный ресурс Демонтаж сразу Демонтаж-монтаж Потому что нам сейчас очень нужен лес Нам бы еще какой-нибудь простой грейд сделать Типа маяка Чтоб бремени терять Или лесопилку Лесопилка леса нет Лесопилка пошла Ну добыча угля никакая Мне нужно бустить вот эту добычу угля Меня выгонят через 16 часов Но мне сначала нужно бустить добычу угля А потом уже договариваться с ними На лечении строят-строят Да, строительством мы должны заниматься уже В конце дня А сколько запасов? Хотя 7 часов, может быть, и хватит Угледобытчик нормально тут погружает всем Тут особо болятся тоже люди от елок И тоже, наверное, мы сначала уберем их А потом 14 часов До гуфа Сейчас за час доберется последний лес Труд без конца Это может мне помешать сейчас Так, детей выгрузили Идет на работу, идет на работу Раз, ребенок Лечение на лечении Два Ну и строим палатки в надежде на По углю почти вырулили Эту штуку пока разбирать не будем Блин, откуда мне лес взять, а? Мне нужно строить еще палатки в тепле Бежелательным Что здесь, если я ее подключу Они расстроятся Так, убираем детей Убираем взрослых Делаем сюда Капец, 11 часов И леса у тебя нет Что, приехали, получается, да? Мастерскую продать Как мне за 11 часов Этих недовольных убрать? Да, демонтаж мастерской Какая грязь Какая грязь Новая группа Я не знаю, что делать Четыре леса Четыре леса Мать моя женщина Продавать санитарные? Нет Три процента Там не так много Недовольных Сейчас мы 8 часов Должны убирать Все чрезвычайки, друзья 8 часов Погнали Раз Два Дальше Три Четыре Есть, кажется, сможем Пять Погоди Шесть И Нет Кухня Да Просто За микрину просто Господи Там еще запас был один Я одну строю Штуку-дрюку Блин И мы до лесопилки доживаем Капец Да Возвращаем сюда, чтобы А, ты не достаешь Тогда демонтаж А где же мне пост с добычей тогда сделать? То есть мне нужен третий пост с добычей, чтобы Ну, здесь, вместо палатки Врубаем Часы Опять Что-то опять недовольны Так, это демонтаж Это монтаж Ну, потому что мне нужно сейчас вот До похолодания еще день продержаться По углю И все, и будет ок Паечки, паечки, паечки Надо будет поражать Что у нас тут? Пять Это маловато, кстати Не очень выгодные Лучше дождаться как-то Хотя бы пять Пять часов Здесь да Здесь да Отдыхает, собирается Отдыхает, собирается Трое только на лечении Норм Здесь что, двенадцать часов Давай, ладно Прожимаем раз Сейчас новые придут Еще больные Мне бы дождаться Более тяжелобольных А на эти Двадцать пять человек Уж как минимум Двадцать шесть Тридцать человек Ну, лес Я не могу поставить А, стоп Я же могу принять переполнение А, у меня двойные пайки Какое переполнение? Дебила кусок Даже кладбище Не хочется строить Потому что потребует Десять дерева на него Давай Тут мы не прожали Тут прожали Два часа ждешь Прожимаешь Блин, надо в любом случае Прожимать сейчас Нажимаем раз Нажимаем раз А здесь После двоих Генератор отключается С чего это вдруг? Шесть часов Давай, 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 давай Давай, 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 давай Не хватает добычи Нет Брали, убрали Включаем генератор Динамика какая Отличная динамика Включая остальные системы Отличная динамика Собирать там Сталилитейку Сделаем Да, давай Сталилитейку Только надо Лисопилку Спеть построить Сейчас где-то еще Ну и на потепление Ее потом собирать Просто капец За дороги впритык Надо бы разобрать Какой-нибудь домик Наверное этот Но холодно Разбирать такой домик Что по хапчику? Ты хотел здесь прожать, да? Менее часа Единственное Ну да, менее часа Сейчас новый типа сюда придет Вот эти вот двое И ты прожимаешь Какого хрена, блин? Че, углем запасаемся Как можем Выгадываем просто по ресурсам Черт, я что-то забыл А, забыл прожать Есть тут уже? Да Сокращается на 50% Действительно Не в два раза На 50% Ну что, делаем лесопилочку В лесопилочке Не уверен, что нужно Отправлять людей Хотя у меня леса Совсем нет И может быть Да, черт его знает Опять я ничем-то Недовольный Ну, ё-прос Это Ну да, там холодно А что могу сделать? Мне лес нужен Так, ядро не ядро На стрелитейку Кажется, нужно Ну да, нужно сейчас Будет два ядра Собрать На минус 40 Или все-таки Здесь делать посты Добычи А, какое добытие? Как бы и сталь есть Хотя я стрелитейный Делаю Но собирать ядра Это прям обморожение Можно получить Минус 40 легко Но сталь мне нужна Сейчас в первую очередь Потому что Потому что Для обогревателей Нужна сталь Для маяка Нужна сталь Этого всего У меня нет Я бы санитарный Сделал Еще один Они дорогие Трындец А вот и сталь Летейка Смотрим 25 дерева Нужно у него Как бы исследовать Что-то нужно Ну типа маяк А что же еще Недостаток жилища Вызвало гнев В течение одного дня Построить 7 домов Я вертел Конечно А придется Ну лесопилка есть Надо пытаться Это сделать Типа за завтрашний день Это сделать Что по пайкам Не откатились пока Закидываем Инжей сюда Ну чтобы все больные Обрели Так Давай-ка спланируем Следующий ход Следующий день У нас потепление Будем ли мы Ручками сталь Не будем мы Ручками сталь Мы скорее должны Сделать вторую лесопилку Собрать интенсивнее лес Для того чтобы сделать Сталилитейку И Где инженеры еще Инженеры все заняты Ну как заняты У тебя вот здесь Не заняты инженеры Другое дело Идет на лечение Сейчас мы пайками Попробуем закинуть Это все дело Возвращаем людей На фермы Около дня Идет на лечение Так пайки Раз Здесь один-два часа Да Тяжело больных Нет ни одного Блин Голодных нет Ау Недовольство само падает Само Собой Что будем ли мы Сейчас минус 50 Строить лесопилку Что 80 Мне не хватит Мне нужно Чтобы обеспечить жильем Нужно 70 Плюс нужно Сталилитейку А то и две штучки Построить сразу же Смотрим как здесь Новые больные 4,1,10 Нет Здесь тоже нет Ну первое Где прожимаем Это вот тут Прямо сейчас Когда вот идет на лечение Ага Все понятно Еда Закончилась Добавлю сюда Одного рабочего Пофиг что Он на лечении То есть завтра Мы с вами Сначала бахаем Сталилитейку Или сначала Делаем А почему мы сейчас Тогда не делаем Потому что минус Минус 50 Миш Пойдешь строить Как дурачок И все Закончится опять То есть забиваем На сталь На ядра Ну как на ядра Можно забить Но ты минус Ты либо здесь Строишь Посты добычи На которые у тебя Закончить Нет ресурсов В целом Нет Нужно делать Вторую лесопилку Друзья Нужно делать Вторую лесопилку И прям бустить Это дело Невероятно Прям завтра Мы начинаем С того что делаем Вторую лесопилку Плюс завтра Можно немножко Снизить Нагрузку На Не не надо Ничего снижать Они быстрее Меньше больных Будет Оставляем реактор В такой же ситуации Как и Как и добывает Пусть Сейчас Самое главное Это лес И теплее Друзья Теплее Продвигаюсь Лесопилкой Дальше Освобождаем Работяг Откуда Нибудь Я не могу Их Освободить Нормально Ох Становится Попроще Минус сорок Всего лишь Недовольство падает Надежда Растет Откуда мне Взять людей На строительство Короче Минус НЖ Видимо Здесь Прожмем Хапчик Убираем Еще Одного Рабочего Отсюда Быстро Лесопилку Построить И выбирать Место Где строить Палатки У нас Два дня С такой Температурой Это Очень Хорошо Тоже Прожму Побыстрее Народ Чтобы Вышел И до конца Дня Нужно Собрать Как можно Больше Дерева Чтобы В конце Этого Дня Построить Семь Домов У меня По динамике В целом И так Хватает 80 Дерева Но Еще Мне лес Возможно Пригодится На какие-то Другие Вещи Хрен его знает Я не хочу Сейчас снижать Нагрузку Хотя мы Подождите Мы можем Сделать Форсаж И на первый Уровень Мощности Уйти И тогда Нам не обязательно Добывать Прямо сейчас Очень много Угля Он у нас Подкопится Немножечко Зато мы Сможем Отправить Людей На добычу Дерева Сталилитейка Нужно Еще Сталилитейки Здесь Да А с одной Сталилитейки Не погоди Ты можешь Не успеть Отмена Сначала Жилье Потом Сталилитейка Миш Хотя Че Мы Паримся Но Не обеспечим Че Че Они Сделают Тоже Пайки Выдаем Все Выздравливают Люди Выздравливают Труд без конца Идите Нафиг Дальше Нам нужно Освободить Какое-то Количество Рабочих В течение Четырех Часов Нам нужно Сделать Дома А я Не успею Ну как Не успеешь Убираешь Отсюда Убираешь Отсюда И пытаешься Успеть За три часа Они не успеют Это сделать Мишу Никак Лучше Б ты Сталилетейку Делала Реально Не Не успеешь Забей Но Мы бы Без этих Ваших домов Нормально Жили Так что Давай Сталилетейку Раз Сталилетейку Два И погнали Нам в конце концов Маяк нужен Возвращаем народ После строительства Не ну а че Ну да Дают Нереальные сроки А че По исследованию Кстати Давай-ка Так Исследование Сделаем Сначала Что Что сделать Паровой центр Первый вариант У нас Угольная шахта Есть Опция Но Народ Вроде Есть Барак Стали Пока Маловато Это пока Не нужно Охотничать Тоже Не нужно Наверное Разведчиков Сразу Надо Делать И отправлять Так как Мы Сейчас Сталь Надыбаем На маяк Маяк У нас Есть Давайте Больше Разведчиков Все Поместились На лечение Нарушили Да И новая группа Пришла Заблудившиеся Беженцы Белую щель Второй Сталилитейный Завод Это все Мы Доделываем Они Опять Недовольны Чем-то Сейчас Нужно Будет Новых Опять Посмотреть Куда Они Пойдут Как Они Распределятся Голодных Довольно Много А мне Сырой Пищи Не хватало Скорее Так Еще не поздно Кстати Ядро Тиснуть За завтрашний День Так Тут Обогрев Сильно Голодные Люди Еды Нет Угля Хватит На 9 Часов За всем Нужно Следить Это Такая Жесть Фуф На них Нет Да Недовольные Какие Сейчас Надо Средоточиться На еде Во-первых Убедиться В том Что все Все Как надо Добывает Последний День Такого Сравнительного Не то Что Спокойствия Но Так А инжи Где Инжи Все Заняты Добыча Стали 67 В день Я зря Построил Второй Сталитей Это Понятно Уже И у меня Законы Не принимаются Тоже Это Очень Плохо Можно Принять Бойцовскую Арену Так У нас Все Рано Будет Дерево И Блок Домов Тоже Напрашивается Скорее Всего Надо Тиснуть Невзирая Ни на Что Сейчас Давай Лучше Так Там Морозит Трындец Хотя Хотя Одно Ядро Нужно Пять Часов Там Поработаем Все Дальше 40 Стали И А что По Углю Уголь Слабо Положительный То есть Нужен Маяк На 40 Стали Вот Все Больные Накормить Этих Главное Не пропустить Когда пройдет Пройдет 5 часов Где-то в районе 12 Часов Надо будет Убирать От мороженых Потому что Они Калеками Стать Сразу Блин У меня Такая Динамика При Снижаем Потребление Угля Начинаем Вот Другое Дело Да Еще Бойцовского Орена Надо будет Построить Где-то Здесь Критический Уровень Нагрузки Включаем Второй Уровень Вырубаем Форсаж В общем Сначала Надо было Дождаться Когда он До второго Уровня Дойдет А потом Включать Форсаж Видите Потому что Форсаж Включается Включается Сразу А нагрузка На генератор Постепенно И вот Только сейчас Он доходит До второго Уровня И становится Все более-менее Когда же Там ядро Добудут А? Доверие Тоже Падает Капочка Не хватает Мне ядро Нужно Хотя бы Для Третьей Фермы Потому что Видите Еды Уже Не хватает Уже 12 Ядра Нет Есть Ядро Все Убираем Товарищей Идем Ведем Идем Сюда Куда Там Готовимся Строить Маяк Настрой Площадку Серьезно Не Не Давайте Это Сегодня Ночью Сделаем Так У нас Там Появилось Небольшое Количество Хавчика Я думаю Может Где-то Там Скоро Они Выздоровеют Кстати Самые Проблемные Здесь Потому что Двое Новых Пришло Вон Не Вижу Все еще идет на лечение. Так, все, мы же делаем еще маяк. Алло. Маяк где-нибудь на отшибе с одной стороны. Его отапливать не надо, поэтому где-нибудь вот здесь вот. Но путь к нему желательно бы отапливать. Чтоб по дороге люди не умирали просто. И вот его бы я построил побыстрее, хотя мне, опять же, неоткуда людей брать. Потому что и лес нужен на две группы. Разведчиков больше. И эти все еще идут на лечение. Больше разведчиков есть. Что исследовать? Паровой центр напрашивается, потому что мы решили проблему со сталью. Сейчас можем уже укреплять какие-то точки, типа стрелетения завода или отопления в домах. Это вряд ли. Давай, паровой центр, погнали. Да, паровой центр сейчас самый разумный, мне кажется. Запаса угля хватит на 11 часов. Если не будем ничего трогать, то все ок. Похолодание завтра с утра. Здесь ребята работают. Вот тут нужно, скорее всего, будет поставить. Нужно будет угледобытчик, скорее всего, сделать еще один. Тут-то прохладно. И в этих тоже прохладно. То есть у меня ночью сейчас придет тоже человек 20 больных, по ощущениям. Отправить бы быстрее разведчиков. Давайте сейчас попробуем сделать этот маяк. Маяк. И попробую сейчас сразу рабочих отправить больных в качестве разведчиков. Доста китвы был. Сколько? Опять 25, блин. Ну они хотят опять жить хорошо. Один день, Миш. Я не помню, какое там недовольство. Мне нужно сто леса под это. На сто леса у тебя будет. Ладно, я обеспечу всех. Вы дурак. Сто леса у тебя уже есть. Нормально. И желательно построиться бы. Начать строиться уже сегодня ночью. Я понимаю, что это рискованно, что будут больные, но... Мне еще на разведчиков нужно... Сколько там? 80, да? По 40 на каждого. Так, ждем середину ночи, прежде чем пайки прожимать. Наконец-то. Наконец-то мы можем... Так, бойцовскую арену построили. Это падает. На самом деле, может, и не стоит жилье делать. Давай вытащим, где у нас рабочие. Вот лишние, гарантированно больные. Есть такое? Нет. Как мне вычленить сейчас... Больных рабочих. Вот они, 5 рабочих. Все. Пятеро рабочих точно мы отправляем сейчас в экспедицию больных. Спасаем детей, если не поздно. Они вот сейчас... Видите, уходят больные, расстроенные. И... Еще мне бы... Можно дождаться, когда сейчас через час-через два придут новые больные люди. и по такой же самой логике пять человек отправить туда. Куда-то. А дома достраивают завтра. Недовольствие не такое высокое. Мы в целом здесь сделаем отопление. Видимо, только надо выключить пока что вот эти вот домики, которые не отапливаются. Сейчас вот новые больные к нам уже, кажется, пришли, да? Один. Свободных нет. Короче, вы щелкиваете же. На лечении. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Знаток игровой механики, Михаил. Отправляем самых больных просто на пустоши. Ой, хорошо. Больше свободного места. Давайте сталь-литейного уберем. Что там сталь-литейный. Ну, зачем нам его отапливать лишнего? Правильно ведь? Хотя нам сколько стали нужно? На каждый по двадцать, кажется, да? Сейчас надо решить проблему с углем еще. Это очень важный момент. То есть, побыстрее вылечить народ. Сейчас будет похолодание. И я... Ой, я сейчас на минус пятьдесят. Офигею. Остановить сталь-литейку, скорее всего, надо будет. О, может даже вот эти вот остановить до парового центра. Потом паровой центр тут. На двух лесопилках. У меня повысится расход. Так, стоп. Сейчас еще новые придут. Десять НЖ, десять рабочих. И че? Вообще не ясно. Надо строить, скорее всего, сейчас хапчик. Мне его не хватает, если я буду продолжать. У меня будет больше больных, мне нужно будет больше еды. Мне нужно строить еще одну теплицу. Еще десять больных. Охренеть. Убирать сталь-литейки явно. Здесь пока я не готов убирать. У меня дерева просто нет. Теплица третья отлично встает. Вот ее надо строить сейчас. Дождаться, когда будет паровой центр, взять какое-то количество дерева. Я хз, какое количество дерева. Типа, чтобы на исследование те следующие хватило. И все. И все. Я новых закидываю. Минус 50, блин. Ну, если я так сделаю, у меня просто не хватит угля. Хотя пока нормально. А там еще не доделалось. Мы пока живем. Исключенные холодным. А так? А так, хреновенько. И запас на шесть часов. Что по форсаже. Долго. Сложно. А, выход, 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 выход. А, убедить людей доверять. Что-то я забыл. Погодите. Сейчас сделаем быстро. Раз, два. Три. Увидел. Ну что, угледобытчик может поставим с новой. Или успеем эффективность угледобытчика увеличить. Как вы думаете? Больных нет. Этих сейчас кормим нормально. Прожимаем пайки. Отправляем сюда каких-нибудь товарищей. Тоже спирается есть. А вот паровой центр. Его бы я бахнул сразу на лесопилку. Но надо думать... Надо второй угледобытчик ставить. И возможно его тоже выносить на паровой центр. Что простое можно сделать? Давай, все равно нам в лазарет надо идти будет. Делаем паровой центр здесь. Может, что дальше даже построим. Потому что лес-то заканчивается. Нам фактически нужно только, чтобы до лесопилок доставало. И надо делать второй угледобытчик. По-любому. Ну, замерзнем мы. В смысле, у нас и глянь хватит. Сейчас паровой центр добавится. Расход возрастет. При этом стали у меня нет. Ё-моё. Надо сталь добывать еще. Капец. А как это так? Ну как, сам же убрал. Сказал, что не нужно. Прожимаем еду. Пытаемся... Народ быстрее восстановить. Труд без конца лесом идет. Недовольны они этим решением. Сейчас опять на виллы будут поднимать меня. Обеспечивать убежищем я не знаю как. За пять часов я уже опять ничего не построю. Так что придется по старинке менеджерить. Так, древесина, сталь. А вот и сталь, которая может нам пригодиться. 16. Поможет? Сколько у нас стали? Не поможет. Вообще поможет. Давай, вернись. Вернись, я все прощу. Через шесть часов. Да, мы сможем сделать отопление где-то. В хорошем месте. Плюс нам сталь нужна на посты добычи. Опять они говорят, что я не очень. Блин, да стали как они, а? Доделываем. Этот, он должен работать с шести до двадцати. Этот дошел, увидел выживших. Сопровождаем три инжа, один с щеглов. Ну и вот вам, пожалуйста, расходик пошел. Отрицательный. Здесь обморожения могут быть легко. И здесь нужно тоже делать, видимо, какой-то обогрев условный. ХЗ. Что-то я забыл еще. Да, сталь очень нужна, друзья. Сталь очень нужна. Добываем кое-как сталь. Обещания нарушаем. Они очень расстроятся. Что по законам. Пап можно сделать. Это недовольство снизит. Пап, самогон, путаны. Пап у нас тоже стоит сталь. Поэтому очень хорошо, что я сталь сейчас притараню. Видите, не справляется этот угледобытчик. Поэтому очень важно, чтобы этот работал. И здесь нужно, видимо, будет построить обогрев. И снять персональное отопление вот с того, что мы перекроем. Хотя тепловая зона здесь работает на этого. То есть мне нужно обогревать только этого. Ну, что-то вот здесь вот. Короче, криво. Я даже не пытаюсь обеспечить убежищем за 20 оставшихся минут. Это нереально даже одного построить. Одну штуку построить. Надо понять, что нам делать. Форсажик откатится. Может, завтра подэкономим надежды. Да, да, я понимаю. Это нарушенное обещание. Это очень плохо. Ну, раз у нас будет форсаж, может, и не будем тогда ставить. Да, нам не нужен пост добычи. Главное, что теперь три поста работают полноценно. То есть сейчас нужно сосредоточиться. Да, вернулась экспедиция. Надо понять, что делать дальше. Это очень важный момент. Отапливать сталилетейки как вариант. Делать паб. Тоже, кстати, у сталилетейки можно... Отоплением бахнуть. Давай начнем все-таки с отоплением. Ну, давай так. Ну, и можно полноценно здесь уже сталь добывать тогда. Посмотрим, что в результате получится. Больных восемь. Вернулись еще четырнадцать человек. Вернулось. Идем на обломки машины. А, слушайте, тут белое ущелье какое-то. Два дня. Давай через ущелье. Вернулись. Ну, нам сейчас руки нужны, рабочие, естественно. То есть нам есть сейчас куда их отправлять. Надо сейчас только вытащить рабочих с тех постов, где могут спокойно работать дети. Такую ротацию провести. Рабочих отправить, соответственно, на заводы. В целом все весьма неплохо, друзья. Сейчас посмотрим, сколько мы словили больных. Пока четырнадцать. Еды все равно нет. Мы просто смотрим и ждем. Двадцать плюс. Двадцать два. После потепления надо собрать ядро. Я, наверное, пойду в лазарет по исследованиям как-то туда уже. Чтобы избавиться от вот этого вот мяса просто непонятного. И здесь в любом случае нужно посты добычи сделать, как ни крути. Хочется, не хочется, а надо сделать. И за два предстоящих дня на потеплении там все пособирать. Расход угля. Косарик уже. А! Сука. Хватит на полтора часа. Охренеть. Хватит на полтора часа. Охренеть. За час. Ну, я забыл, что ставишь вот этот вот паровой центр, и он, значит, сразу начинает топить. Он не топит в рабочие, блин. Сейчас жесть будет. Сейчас будет жесть. Все. Давай мощность хотя бы поопустим. Радиус опустим. Чтоб чисто он дотянул. Часик еще. Да, часик как раз и хватит. Да, все равно, конечно, толку нет. Надо эту машину запускать. Сейчас будет в начале дня. Как начнется... Как начнет добавать? Погнали. А, для старта нужно 12 угля. 12 есть. 3. Хорошо. Радиус добавляем. Хорошо. Что-то динамики. Хреновая динамика. Только-только выровнялись. Что по форсажу? Откатился? Откатился форсаж. Так на тоненького. Капец. Просто. Выжившие пережили. Хорошо. Молодцы. Не могу здесь запуститься. Пока что. Ну, хотя бы кухня заработала. Больных приняли. А что такая динамика? Это хреновая добыча. Я не понял. Что-то... Это хреновая динамка. Лучше не санитарного пункта. Как нельзя кстати, кстати. Я, наверное, сейчас пойду в лазарет. Нафиг надо. Хотя оно потепление будет после этого дня. Так что мы выживем. Может какой-нибудь инвестиционный грейд бахнуть. Следующий тир. 25. Барак рановато. Интересно, моя изоляция, да. Вот надо следующий тир. Ну подождем немножко сейчас. Сталь додобывается. Там холодновато. Минус 50. Насколько эту миссию не пройти? Ну то есть, если ты не знаешь, наверняка тут есть несколько путей, но я пока нашел только один. Надо пайки закидывать людей. Бальных. Завтра отстроить пару-тройку постов добычи здесь. Что по законам. Самогон, дом удовольствия. Там же еще меня свергнуть собираются. Пап надо построить, тоже не забыть. На это 10 стали нужно. Это мы сделаем в конце дня. Давай здесь включим. Че? Че, че? Отрицательная динамика, че? Отключаем обогревашки пока что. Чтобы по углю выровняться. Ну, надо накопить угля. А я с такой динамикой не накоплю уголь. Хотя нам в следующий день можно на первый уровень мощности спуститься, да? Главное ночь пережить. Сейчас вложусь в пьяные жалобы. Немного, значит, значит, здесь немного вырастет. Кстати, в покое. Мне нужно недовольство гасить. Оно 120%. Там люди не очень рады происходящему. То есть, завтра потеплеет. Мы здесь должны блок сделать. Ради чего? Ради ядер? Ради ядер, ради стали. Сомнительно. Но, скорее, ради ядер, ну, в смысле всего и очистки места. Хотя это можно сделать и позже. Но ядра у тебя нет под лазарет того же самого. Так что, наверное, стоит. Динамика по углю хорошая теперь. Может быть, стоит сделать и... Ну, это на будущее. Надо вот здесь как-то паровое делать, чтобы отапливать. Хотя там такая кривая штука, блин. Ты нашел, где строить вообще. У скалы. Это же там... Хотя, может, и полотную получится. Не сильно он перекрывает. Да, где-то вот так надо ставить. Давай сразу дорогу. Я хочу посмотреть, как там, в принципе, можно ставить. А, вот он, контур. То есть, в целом, вот так, скорее даже. Только сразу его выключить, пожалуйста. Он мне там не нужен. Прямо сейчас. Ждем, когда выйдут больные. Надо бустану одних, чтобы побыстрее было. У меня половина больных. Ну, еще голодные. И это при том, что, да, нужно обязательно собрать ядро. На следующем потеплении. Потому что они же будут постоянно приходить, эти... Эти упыри, понимаете? А мне нужна будет еда. Вот это вот единственный способ на данный момент. Ну, кроме охотников. Охотники, на самом деле, тут тоже хорошие опции. Их быстро можно сделать. Но в фермах теплее. В фермах люди не болеют. Как правило. Да, недовольство, понимаю. В целом, у нас есть возможность домики построить какие-нибудь. А, папу нужно построить. Забыл совсем. Короче. Делаем паб. Под обогревом, окей. Здесь выключаем строящийся. Не забываем. Так, разведчики достигли. О, паровые ядра новые. Получаем ресурсы. Ждем, когда вылечится товарищ. Так, у нас спасти еще белое ущелье, черное ущелье. Подождите. Черное ущелье еще нужно же. А, стопэ. А сколько мне времени на это? Три дня. Охренеть. А че это я так не туда иду? Давай-ка ты сюда, пожалуй. А ты сюда. Это типа квестовые вещи. Их нужно в первую очередь спасти. Дальше. За 18 часов убедить людей доверять. А может, кстати, и норм будет все. Сейчас я повыключаю. Во-первых, чрезвычайки. Везде. Запас угля вроде есть. Ну, идем потихонечку. Не забыть про мастерские какие-нибудь. Вот, уже почти получилось. Глядишь, паб построим. Недовольство уйдет и все. И снова по новой... Ну, и по новой пойдем. Да, все, изи. Сюда мы одного человека отправляем. А, я забыл. Я забыл, что на паб нужно круглосуточное... Ну, то есть не круглосуточное, там до половины 12 он сидит. Ну, я выиграл себе еще немножко времени. Но, похоже, мы все равно не справимся. Как минимум с главным боссом. Потому что через 10 минут уже 12 я уже чувствую, как пахнет ужин. Народ в бешенстве это та штука решаемая. А вот с женой... С женой не решить. Ну, ничего. Завтра потепление будет. За это время мы здесь должны все будем окучить. Почти всех больных... Здесь не всех больных. Еще, возможно, санитарность сделать, пока не поздно. Какой кривой. Кто так строит? Кто так строит? Угу. Вот он работающий, гад. Угля хватит на 6 часов. Хватит, отлично. Давайте временно здесь построим его. Потому что все равно я в лазарет пойду. 30 больных. Охренеть. Это вообще как? Лазарет срочно, друзья. Срочно. Там еще похолодание на 2 будет. Будет минус 70. Ладно, минус 60. Ах. Критический уровень нагрузки на генератор. Мы типа дожидаемся утра. 92. И скидываем нагрузочку. 93. 53. 5. Теплеет. 6. Скидываем форсаж. Тут настолько все на тоненького. Чужаки на горизонте. До города добралась еще одна группа. На пути сюда они заметили корабль на некотором расстоянии от места высадки. Нужно... О, это лорды. О-о-о-о. Место высадки. Охренеть. Что нам делать? Короче, друзья, я, пожалуй, пойду. 55 больных. Ну, чертежный прибор и лазарет. И, возможно, сейчас тиснуть еще одно ядро паровое здесь. Может, мы по дороге паровое ядро закинем, а? Все равно же мимо проходим. Давай. Для лазарета, чтобы... В минус 40 не подобываешь. Сейчас попробуем на пайках немножко бустануться. Люди очень голодные. Очень больные. Нам нужен лазарет. С углем сёк. Новый тир. Что есть? Повышение эффективности. Муфты, обогреватели. Легкие сани разведчиков. Лазарет. У меня вечная проблема с больными, поэтому лазарет. И она все еще актуальна, проблема с больными. Вы посмотрите. Как бы 25-30. Вот это что такое? И я не хочу никакие ядра там вытаскивать. Потому что, ну, а... Три часа, два часа, еще пять человек. Главное, чтобы тяжело больных не было. Первую пайку здесь сокращаю. Время. Ну, в остальных более-менее одинаково. Здесь можно еще сократить. И все. Ну, и вот здесь вот. Так, ну, смотрите. У нас лесопилочка еще закончилась. Надо ее перестроить 100%. Хотя леса довольно много. Может быть, в этот момент мы как раз и... Бахнем здесь те самые посты добычи. Которых так не хватало. Или вытащим ядро все-таки на минус 40. На минус 40 ядро. Два лазарета сможем сделать. Погнали. За... Четыре часа вытащим. Я все равно построил бы лесопилку дальше. Потому что это тоже закончится там через 300. И лучше все вот эти вот перестройки делать. Тогда, когда более-менее тепло. спасти людей, выжить, дождись, приближение... Еще одна группа беженцев. И надо людей спасти. Вот это вот задача основная у нас. Что по лазарету? Будем ли еще один делать сейчас? Или надеемся, что поместятся люди. Труд без конца нет? Я понимаю, что 200 лес. Но потом, как грянет, минус 60. Ты думаешь, такой, блин, а что же я за 10 дерева не перестроил лесопилку-то, а? Заранее. Так, вернулись в город. Отправляем сразу их на... На черный шпиль. Это еще мирных надо спасти. То есть это, типа, полный чек-лист, что нужно сделать. Можно здесь поставить обогреватель, конечно. Паровой, временно, типа. Это, кстати, хорошая идея. Паровой под ним уже нормально добывают. Но это поднимет наш расход по... По углю. И в целом мне здесь только нужен этот... Ладно, не будем, короче. Все, добываем одно ядро паровое. И все. И надеемся, что там люди не станут калеками. Может, пора уже дома им строить, как вы думаете? И ерунда какая. Как я их отапливать буду? Недовольство пока так контролем. В целом-то дома построить... Скорее, проблема именно в скорости строительства, а не в... Все, добыли, молодцы. У нас два паровых ядра как раз под два лазарета. Я перестрою все вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, санитарные пункты. Сделаю два нормальных лазарета. Хорошо, в хорошо отапливаемой зоне. Возможно, вот здесь вот как раз, чтобы они круглосуточно работали под пабом. Хотя лучше, наверное, выбрать место, которое круглосуточно и должно работать. То есть им скорее нужно сюда вот к лесопилкам их строить. Ну, потому что лесопилки уйдут, и эта зона останется, и... Так. Мне нужно что-то раунд... Напился, видимо. Взглянул в чат, увидел какой-то ересь. Лазарета лучше ближе к центру, чтобы они быстрее отбегали. А ты думаешь, что они из центра бегут? Хотя центр — это универсальная такая штука, наверное, об этом речь. Два дня есть на подготовку. Кстати, возможно, следующее исследование надо делать какое-нибудь... О-ля... Все, друзья. Спасибо, что смотрели, спасибо, что болели. Увидимся с вами завтра вечерком, ориентировочно часов в шесть, в пять, в шесть. Приходите. Чтобы не пропустить начало трансляции, помните, что на Goodgame, замечательном сайте goodgame.ru Он классный, он синий, он адаптивный, он прекрасен просто всем и комьюнити в первую очередь. Есть замечательная система с анонсами, бесплатными, опять же. У нас приложение бесплатное, без рекламы, анонсы, все бесплатное. Все бесплатное. Просто приходите, тыкаете там сердечко, нажимаете на колокольчик, и все. И все, и у вас прилетают там на почту или куда захотите уведомления о начале трансляции. Что за сайт? Вот. Goodgami.ru, хорошаяигра.ру. Все, прощаюсь до завтра. Спасибо, что смотрели, болели. Увидимся. Пока-пока-пока.